Уважаемые зрители, уважаемые подписчики, вы на канале АБН, я Александр Бабылев, и сегодня на связи со студией директор Череповецкого, Литейно-Механического, Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, рад видеть тебя в хорошем настроении, добрым здравия. Здравствуйте, зрители, слушайте, Александр, здравствуйте. Сегодня, потом как мы пообщались до эфира, будет эфир нескучный, я бы сказал вещелый, развлекательный, или нет. В выходной день, а чего? Имеем право поразвлекаться немножко. Ну да, хотя, может быть, по факту кто-то загрустит. Мы же сейчас с тобой о чем спорили? Через 3-4 года цена на квартиру в Москве, по твоим пониманиям, должна упасть в 2-3 раза, да? А я прикидываю, что минимальное снижение цены будет в 15-16 раз, может даже больше. Некоторые, наверное, думают, что мы с тобой тут перебрали, но давайте аргументы мы приведем, а потом проголосуйте на три варианта. Цена на квартиры в Москве будет расти, цена на квартиры в Москве расти не будет, или цена на квартиры будет падать так, что никому мало не покажется. Друзья, значит, мы перед вами на самом деле закрываем долг. Мы давно эту передачу обещали по квартирному вопросу. Квартирный вопрос, понятно, как у Михаила Афанасьевича нас всех испортил, но он, ну, если говорить серьезно, представляет из себя уже угрозу и финансовой стабильности страны и граждан. И даже вот Владимир Николаевич считает, что угроза национальной безопасности. Я сегодня Баглаева перебивать не буду, он будет в привычном формате докладчика, если успеет, пройдется и по новостной поездке, а если мне что-то будет неясно, я буду дисциплинированно поднимать руку и, значит, спрашивать. Саша, у тебя будет просьба, ты можешь, давай так, я привык к формату с тобой, такому диалогу, ты там не поднимай, давай, что-то есть, а то я могу в эту сторону уйти. Мы же должны понять, она на квартиру упадет. Ты говоришь, что квартира упадет не больше, чем в три раза в цене, а я говорю больше, чем в пятнадцать лет. А я говорю в тридцать. Друзья, рабочее название для эфира поспойлили Бабылев с Баглаевым. Во сколько раз упадет квартира в цене в Москве? В три раза или в тридцать раз? Каждой шутке понятно, что есть доля шутки, но вопрос действительно серьезный. Ну что, давай с ипотеки начнем, да? Ну да. Как сейчас выглядит, я буквально вводную скажу и тебе слово, значит, как сейчас выглядит у нас ипотечный процесс? Застройщик получает стопроцентное проектное финансирование от банка. До первого июля 2019 года так не было, да? То есть он привлекал застройщик и средства дольщиков. Вот, потом правила поменялись, жесткое регулирование рынка. Вот, значит, и банк же выдает ипотечный кредит покупателю, который платит не застройщику, а вносит деньги на эскроу счет в этом же банке. То есть квартира, получается, сейчас нынче, да, в новостройке превратилась полностью, Владимир Николаевич, банковский продукт? Ну я с этим поспорю немножко, потому что между понятием банковских продуктов и финансовой пирамиды есть некоторая разница. И ты тут ее сгладил, а на самом деле ты сейчас только что рассказал о сути построения нового вида финансовой пирамиды. Ну, продолжай, Влад, ну давай. Ну, значит, сколько у нас зарабатывает застройщик? Ты же у нас, значит, в финансах хорошо разбираешься, да? Я не открою, наверное, Америку, если скажу, что, значит, его заработок равен цене квартиры, что ему удается выручить после продажи квартиры, когда средства со скроу счета становятся ему доступными, да? Минус себестоимость, в которую входит банковский процент за вот это вот проектное финансирование. Если квартира будет продаваться долго, это я нагнетаю так постепенно, чтобы зрителей не распугать, то маржинальный застройщик падает, правильно? Я вот ничего сложного не сказал? Правильно, кроме того, что если квартира продаваться долго, маржинальность падает за счет стоимости кредита, но есть еще одна проблема, если вы вдруг начнете снижать объемы производства, то есть если вдруг объемы производства жилья, ввода жилья начнут падать и упадут, скажем, примерно, ну, такое же может быть, теоретически, на 20%, то себестоимость метра квадратного вырастет примерно на процентов 12-15. Потому что, ну, как понятно, на рынке, да? Потому что, так или иначе, любая компания имеет определенный процент косвенных издержек, и, соответственно, если косвенные издержки будут распределяться на меньшее количество единиц готовой продукции, в данном случае метры квадратные, то, естественно, метры квадратные по себестоимости будут стоить дороже. Так, ты пока в ровном таком настроении, буду пытаться тебя выводить. Я пытаюсь, чтобы люди не успели испугаться раньше времени, потому что в середине я напугаю по полной, а сейчас просто расслабьтесь, займитесь математикой, просто вот перестаньте читать рекламные буклеты, а оцените красоту игры. Значит, да, разбор моих грехов оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Стандартная ставка по ипотеке на, значит, вторичного жилья, скажем так, вежливо, от 14%. На самом деле, там, что-то в районе 16-17-18%. Нет, почему? Есть разные виды ипотеки, есть 12% до сих пор, есть даже 6, даже 2% кое-где остались ипотечные кредиты. Нет, я подчеркнул, по ипотеке вторичного жилья, а ипотека по новостройкам, если год, она есть по, значит, айтишникам, и на данный момент, по данным моей финансовой разведки, зритель, давай сообщим, ее практически прекратили выдавать. То ли айтишники кончились, то ли посчитали, что они больше не нужны, но осталась семейная ипотека, и ставка по этим льготным ипотекам 6,5%, ну, может быть, чуть больше. Вот, сейчас ходят панические слухи, что семейную ипотеку повысит до 12%. Я просто о чем хотел сказать? Мы, зрителей, будем пугать простыми цифрами, потому что сложными можем переборщить. Значит, если ставка ипотеки по вторичке 18%, а по льготной, ну, грубо говоря, 6,5-7%. Владимир Николаевич, за чей счет банкет? Ну, смотрите, значит, изначально надо эту тему разобрать, кому выгодно. Вот то, что вы обозначили, что никакой инвестор, вот как все такое завод, пришел какой-то вроде бы хозяин или инвестор, разный может быть. Вот один, допустим, украл завод СССР и стал хозяином завода, да? Не, не украл он там, сыграл там в этот, как он там называется, залоговый аукцион. Но откуда деньги были у этих людей для того, чтобы стать хозяином этого завода? Он взял деньги в банке, вернее, у государства. И за государственные деньги купил завод у государства, да? Не-не-не, Владимир Николаевич, не так. Давай по залоговым аукционам напомним. Там вообще красота игры. Там льготную ипотеку. Люди купили активы не за свои деньги, а за деньги и общество. По закону вообще ни Норникель, ни там другие предприятия, они не могли быть проданы. Но поскольку государство у нас было бедное, оно сказало нашим богатым людям, дайте денег в долг. А что, найдите нам в залог, спросили богатые люди. А вот Норникель, ну мы же продавать не собираемся. Ну это понятно, но в итоге деньги-то они так называли все равно государству. Деньги они взяли со своих же счетов, со счетов госкомпании, они даже не вложили. Ну то есть государство. 100 миллионов цена за отрасль образования. Я даже помню, я сейчас о другом. То есть в принципе, момент в том, что люди получили возможность зарабатывать, не вложив туда своих денег совсем, просто проведя определенную машинирскую схему. Понятно, да? В данной ситуации мы с тобой видим что-то похожее. То есть приходит застройщик, у которого нет своих денег. А если даже и были на ранее построенных домах, то они давно все ушли в офшоры и больше их никто не найдет никогда. И он приходит в банк и говорит, дайте мне деньги. У него своих денег нет. Он не собирается своими деньгами рисковать. То есть банк берет, дает деньги ему. И дает деньги тем, кто покупает. То есть в принципе, денег как такового инвестора во всей этой каше никто не вложил. Кроме банка. Правильно? Ну, получается же так. А с банком-то кто должен рассчитаться? Кто в конечном итоге должен рассчитаться с банком за эту квартиру? Точнее за деньги, которые банк дал. Есть только один источник расчетов. Это люди, которые покупают эти квартиры. Которые должны заработать деньги где? В нашей российской экономике. Понятно, да? И если эти люди в этой экономике российской денег не получат, то банк не сможет получить своих вложенных в себя деньги. Ни в застройщиков, ни там людей. А именно вот себе не провернуть этот процент. Таким образом, мы наблюдаем за машиной, которая перемалывает экономику страны для того, чтобы через потенциальных жильцов квартир выкачать деньги из экономики страны в банковскую финансовую сферу, сферу, которая в любом случае не рефинансирует эти деньги обратно ни в производство, ни в созидание, ни во что. И государство на это дело смотрит спокойно, потому что если смотреть по приоритетам, куда вкладываются финансы, то вот я раз-разом проезжая по Москве, я всегда вот еду, огромные дома, комплексы. И я понимаю, что каждая двушка в этом вот многоэтажном, не знаю, на каком доме, она стоит 25-30 миллионов рублей. А если трешка, то это просто шикарный тяжелый станок с ЧПУ. Тяжелый станок с ЧПУ. И ты понимаешь, что стоит дом, это в общем-то где-то не построенный завод. Самый современный, самый ЧПУшный, самый уникальный. А два дома, три дома, четыре дома, это уже производственное объединение с длинной сложной цепочкой коопераций не построенной. Потому что это экономики страны, банки вывели деньги вот в это вот чудо. Ну, с одной стороны, как бы, люди могут сказать, ну, подождите, Владимир Владимирович, не перегружайте себя эмоционально, люди должны и работать на заводах, и должны покупать себе квартиры, и жить достойно, радостно, хватит, не хотим мы больше жить там в мелких квартирах. Ну, наверное, да. То есть, какие-то минимальные потребности, или средние, они должны люди удовлетворять. Не всю жизнь в браках, так скажем. Но с другой стороны, то есть, а есть ли потребность в таком количестве квартир? И, конечно же, нам скажут, конечно же, мы же не зря, банки не зря выкачивают деньги из экономики страны по полной программе, оставляя на холодном пайке все производство, промышленное созидание, только с целью удовлетворить потребности человека офиса, человека плантона, человека травы. для этого же банки выкачивают и нас. Слушай, ну это эмоция, извини, я тебя перебью, ты же мне разрешил. Ну ты спросил, чтобы я немножко как раз так преподал. А теперь цифры. Голые цифры такие. В прошлом году, я свеживать не буду, в прошлый год у нас были кварталы, когда банки за один только квартал выдавали кредитов ипотечных более двух с половиной триллионов рублей в квартал. Ну, для сравнения, мы все знаем, что для развития промышленности была кем-то придумана и озвучена так называемая промышленная ипотека, которая называется ипотекой, но она близко не стоит со словом ипотека от того, что делается для жилищного строительства. То есть весь лимит на всю страну, на все заводы, на всех возможных людей, которые захотят вдруг построить какую-то ни квартиру, ни две, ни три, а хотя бы производственный цех, на всю страну выдалось 400 миллиардов рублей. Лимиты были выбраны в течение нескольких месяцев моментально, при том, что сам факт того, как это выдавали все эти деньги, казалось бы, бумажек оформить невозможно. Ну, там реально, чтобы их получить, это надо было не зная, что сделать. То есть, так или иначе, эти 400 миллиардов были выбраны. И, хотя бумажек оформить было нереально. А вот можно ли сегодня взять промышленную ипотеку? Тем более, что там проценты на самом деле выше, чем у жилищной. Теоретически можно. Раз примерно в полгода открывается окошко, в топливном банке на недельку, на две, может на 10 дней, когда можно попытаться успеть дать заявку и поконкурировать за ту или иную сумму этих самых денег для строительства цеха. Но вся проблема в том, что откуда деньги там берутся. Вот если предыдущие, кто взял, что-то вернули, вот на эти деньги, которые вернули, можно кому-то новому взять. Нового не получится. А вот на жилищную ипотеку продолжают и продолжают, продолжают. Вот на сегодняшний момент банки имеют кредитный ипотечный портфель, там без трех копеек 20 триллионов рублей, Саш, 20 триллионов рублей выдано на строительство людям, людям, и люди обслуживают эти кредиты. На строительство жилья. Насколько востребовано это жилье нашими людьми? Это хороший вопрос. Я несколько важных ремарок хотел сделать, если позволишь. Первая такая, я вот побывал у тебя на канале заводском, ты говоришь про промышленную ипотеку, я так понял, что ты в это окошко возможностей не успел. И там я увидел сбор на народный станок, как раз ЧПУ, да, можешь рассказать про это, что это за это самое, я там смотрю, люди тебе помогают станочек купить? Ну, Саш, да, спасибо, что спросил. Так вот, за спиной ты видишь, у меня тут вот интересная картинка. На самом деле, это интересный российский павловщик-экскаватор. Когда-то мы его изготавливали, в том числе с помощью зарубежных комплектаций, но санкции наступили, стояла задача сделать эту машину полностью российской. То есть, на сегодняшний момент эта машина фактически является, в том числе и сложные узлы, даже двигатель здесь, на этой машине российский. Но, знаю, что у меня есть своеобразный подход к этому делу, поэтому я не только считаю, что надо делать все у нас в стране, я даже активы, которые до меня кто-то, когда ты вывел нашего завода во флоры за рубеж, я все вернул обратно. То есть, поступил нестандартно для российского вида бизнеса. Но, тем не менее, вся проблема в том, что, если еще, грубо говоря, по оборотам средствам здесь есть возможность, я попытаюсь работать с рынком, но вот, с точки зрения технологий, здесь, конечно, есть проблема. Почему? Потому что, для того, чтобы эта машина была максимально дешевая, по факту, и на рынке мыла конкурировать с Китаем, здесь, хочешь не хочешь, надо иметь тяжелые станки с ЧПУ. Или хотя бы один серьезный, так, чтобы можно было за одну установку растачивать полностью раму для точности, потому что точность на раме это, конечно же, качество в итоге, конечно, вот так сказать, конечной машины. Машина, в целом, они уже ходят в том или ином виде комплектации по российскому рынку, но там есть разные виды комплектации, те еще, в том числе, досанкционные и в небольшом объеме. Значит, стоит задача вывести эту машину на рынок уже в массовом сегменте полностью российской. И честно сказать, я когда пришел в банк, говорю так и так, вот на что мне сказали, что в банке. Первый момент, мы не можем дать тебе денег, потому что все, что можно было, мы у тебя забрали в залог и даже твое личное имущество мы у тебя тоже забрали и ты весь заложен, перезаложен, осталась у тебя только незаложенная душа, но ты ее пока отдавать не хочешь по каким-то странным основаниям, поэтому помочь мы тебе с кредитами не можем, ни с дорогими, ни с дешевыми, никакими, просто залога больше нет. Это раз. Второе, значит... А ты притвори, что ты хочешь квартиру купить. Может быть. Не, ну там же... Просто очень большую квартиру. Левое, да. Вот. И я, честно говоря, там на каком-то из наших роликов, ну, рассказывая про эту проблему, прочитал под кучу комментариев о том, что, Владимир Николаевич, не стесняйтесь, может быть, есть люди, которые не только скидываются на губы, на попы, на там курсы там различного безобразия, может, есть волонтеры, которые поддержат вот развитие нашего отечественного машиностроения, в том числе, хотя бы в качестве одного станка. Я скажу откровенно, на первом этапе мне показалось это идти... Ну, страну столько лет приучали к потреблению, что мне показалось, вряд ли это получится, но шло время, с банками договариваться не удавалось, машину надо выводить на рынок, и я решил попробовать, и мы обозначили у нас на сайте, на заводском канале Челмзе, на этом канале обозначили, что мы попробуем собрать деньги на большой портальный тяжелый ЧПУ-шный станок, который, в общем-то, на котором основные узлы и агрегаты этой машины будут изготавливаться. И, Саш, я скажу тебе честно, вот иногда посещается пессимизм, что вот куда хотят со страна, где наши там руководители и все остальное, вся вера в людей. Я тебе скажу, вот у меня вера в людей, вот, у меня сильно подросла, потому что я вот был на выставке недавно по металлообработке, и я когда показал, сколько у меня буквально в день приходит, да, там маленькие суммы, там 100 рублей, 500 рублей, хотя есть, конечно, видно, люди солидные или чисто на таком подъемном порыве, скорее всего. Да, то есть, были платежи даже по 40 тысяч, был приход 40 тысяч, что-то от души, и продавец позвал учредителя станка, говорит, вот так и так народный станок, и кто-то говорит, ну, слушайте, мы не будем с народа брать деньги, ну, ладно бы там, это было просто коммерческая операция, и он мне делает скидку на станок 20%, прикинь, тут стоит директор, говорит, давай так, странная идея, мы в ней должны поучаствовать тоже, то есть, может получиться, и это коммерсант сказал, понимаешь, коммерсант, не просто балансир. А что, коммерсанты, не люди, что ли? Так вот, значит, люди-то в стране остались, Саша, остались люди в стране, вот это не может не поднимать оптимизм, вот в общем вопрос, поэтому, если я понимаю, что, безусловно, покажем и готовый продукт, я уверен, что этот станок появится, я буду рассказывать про него, безусловно, когда привезем, когда что поставим, надеюсь, мы успеем собрать к осени необходимую сумму, это одно из ограничений, когда мы должны заплатить первые платежи. В общем, Саш, с оптимизмом у меня по-прежнему все нормально, то есть, в стране люди есть, и это здорово. Друзья, я, извините, перебил Владимир Николаевич, мне показалось, что это действительно важно, это важная штука, и давай я техническую информацию скажу, значит, мы ссылки на сайт завода и на YouTube-канал завода разместим в описании ролика и в первом закрепленном комментарии от канала, как обычно, вот, и от меня тогда жди, мой взнос тоже, я там пример подам, а то что, подписчиков прошу, там скинуться на станок, а сам в сторонку, что ли, не-не-не, вот, соответственно, лови от меня там это самое, мой привет, друзья, ну и, в общем-то, давайте поможем купить станок, я вот, знаете, как говорится, и сам присоединяюсь и просьбе собрать необходимую сумму, там прилично, так что, так что, если есть возможность, давайте поможем Баглаеву и Череповецкому у Литейно-Механического, значит, на этом... Саша, еще один момент, я тебе скажу, все-таки про народ, да, кроме того, что он душевный, я скажу, у нас же он креативный, суммы, которые поступают, я скажу, чувствуется, что советская школа, есть просто креатив, скажем, там 11 тысяч, 111 рублей, 11 копеек, да, то есть, или там 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, или наоборот, ну, есть, а есть приходы, приходы, где начинается ряд чисел Фибоначчи, то есть, я просто бывший математик, я сразу понимаю, что человек прислал мне первые цифры ряда Фибоначчи. Слушай, я знаю, какую сумму я тебе пришлю, там будет число Пи, короче говоря, 3, 14, 159, 68, дальше не помню, вот, но там разрядность не позволит. Так что, ну, понятно, скорее всего, человек, который прислал эту сумму, это еще выходец из Советского, Школы, потому что она нынешних против Фибоначчи, наверное, не скажет, ну, хотя, мало ли. Так вот. Мы с тобой на цифрах остановились, я второй момент хотел, значит, ну, подчеркнуть и обратить твое внимание. Вот, льготу получается, да, дает государство, да, по льготной ипотеке, но где она физически паркуется? Опять-таки, в том самом банке. Таш, значит, простая математика. Если на сегодняшний момент, уже с помощью того, что вернулось и все остальное, вот сегодняшний ипотечный портфель, сегодняшний ипотечный портфель банков составляет сумму, ну, там, без трех копеек, 20 триллионов рублей. Разница между рыночной ставкой кредитования в банке и ставкой средней, которая выдается, ипотечный кредит, составляет порядка 10%. Эти 10% банку компенсирует государство. То есть мы с вами, да, налогоплательщик? Да, да. Таким образом, таким образом, вы умножаете 20 триллионов рублей ипотечного кредита на 10%, и получается, что вся страна, мы с вами, финансируем не производство заводов, станков, машин, самолетов. Нет, мы финансируем производство квартир. Причем, даже застройщик этих квартир не сильно получает доход. Получает доход банк. И почти все эти банки, на самом деле, имеют лишь только госучастие. Но второй момент возникает. Таким образом, 2 триллиона рублей в год получают банки государству. А много-то или мало? Ну, так, как авиастроитель, Саш, ты знаешь, что эта сумма более чем в 10 раз превышает объем финансирования всей нашей программы авиастроения на этот год? Как тебе приоритеты? Как тебе приоритеты, Саш? Ну, может быть, без этих квартир нам не жить, не встать, не сесть? Ну, давай пройдемся по необходимости. Что у нас с самолетами, на которых уже страшно летать? И что у нас с нехваткой жилья? Там, в Москве и других мегацентр. Считаем. Итак, берем статистику. На начало ноября прошлого года, пока свежий не нашел, объем непроданного жилья во всей России составил без малого 75 миллионов квадратных метров. 75 миллионов квадратных метров. Причем, объем не снижается, а он увеличивается. То есть, год назад было больше, чем на 5 миллионов, там, почти 6 миллионов меньше нераспроданного. То есть, мы строим то, что не успевает продаваться. Понятно, да? Так вот, таким образом, что мы получаем? А можно я уточню для зрителей? Ну, ты эту цифру знаешь? Значит, вот этот объем при тех темпах продаж, которые сейчас, и которые не факт, что сохранятся, потому что, если на рынке будет просадка, да, то темпы продажи жилья упадут. Значит, все, что настроили, продавать 60 месяцев. Делить на 12, 5 лет. Извиняюсь, что перебил. То есть, таким образом, банки изымают из экономики страны огромные суммы денег, просто огромные, триллионы рублей, которые превышают вместе взятые суммы, которые забиты в бюджет на поддержание авиастроения, судостроения, машиностроения, электроники и нефтехимии вместе взятые. Вот это только поддержка ипотечного. Так вот, если посмотреть. То, что там оно может не совпадать по цифрам, это не важно. Важна та цифра, которая по факту банки выжимает из экономики страны. Это идет сюда. И когда вот я еду по Москве, вот это огромные человеники стоят, огромные стоят человеники. Я, каждая квартира, там, двушка, это станок щипу среднего качества. Трешка, это тяжелый станок щипу среднего качества. Стоящий дом, это можно на строительный холдинг, понимаешь, которого у нас так не хватает в стране. А этот дом почти не заселен. Он кому нужен? Вот как? И на что мы это дело, откуда взяли деньги? Вот мы же должны его заселить, этот дом, в Москве, скажем, да? Мы должны оттуда люди и строимся, от заводов оторвать. Правильно? Зачем строить заводы, если там некому работать? Я про этот аспект я хочу тебя спросить, но я, знаешь, ты меня извини, не прими за занудство, я хочу все-таки в цифрах поковыряться. Значит, мы же как бы как два руководителя своих предприятий любим на бумажке что-нибудь там прикинуть. Вот что касается, значит, положения в экономике, вот в прошлом году все там СМИ говорили, вот там все, маржинальность компании растет, все отлично, банки получили рекордную прибыль. А в этом году они планируют получить больше, чем в прошлом. Больше, чем в прошлом, да. У меня вопрос из зала, да, а то, что банки зарабатывают, это хорошо для экономики, в частности, для производного сектора или не очень? У меня создается впечатление, что эта прибыль, она не реинвестируется в экономику, потому что там, ну вот, слушай, меня одолели, возьми кредит, возьми кредит, возьми кредит. У меня хорошая кредитная история там и так далее. Я объясняю, ребят, под 20% я не наркотиками торгую, то есть, если ты берешь кредит и расписываешься, что занимаешься чем-то противозаконным, игорным бизнесом и так далее по списку, чем там занимались семьи, значит, итальянской мафии в Америке. Вот. Не реинвестируется, что толку, что банки заработали? Вот у меня такой вопрос, сермяжный паскон. Это, это, посмотрите, два момента. Значит, за счет реинвестиций, понятно, значит, а из общения банков я так скажу откровенный, что в разговорах между собой банки говорят, значит, в машиностроении продолжиться не будем, очень большие риски. Поэтому риски можно снять только одним вопросом, это залоги. Залогов у машиностроителей нет. Поэтому при таких процентах нарисовать проект, который бы окупал бы ставку кредитования невозможно по определению, залоговых инструментов нет, даже если кто готов рискнуть, поэтому банки просто не выдают. Слишком рискованная ситуация. Один момент. Есть надежда на частного инвестора. Я буквально на днях, недавно был на конференции, которую организовал председатель и правления ВТБ Андрей Костин, который, в принципе, выступал перед инвесторами, о том, какие инструменты есть и так дальше. И вот ему из зала сидят богатые люди, которые думают, как нести деньги, как их увеличивать, дают вопрос Костину. А когда, наконец, ВТБ определится с тем, как мы сможем снова, снова инвестировать наши финансовые средства за рубежом в зарубежные активы? Как снизить риски для вывода денег из страны? По большому счету. То есть, у меня, Саш, не может не возникать вопрос, а что не так-то у нас в стране-то? Если никакая война, никакие санкции не заставляют богатых людей в России подумать о том, а может быть, в стране что-то хорошее делать? Понимаю, ничего личного бизнеса. Дальше. ему отвечают, а какие проблемы? Значит, вы что не знаете, куда вложить деньги под хороший процент в стране? Так банковский депозит. Извините, сейчас есть депозиты в Тинькофф банке, там, Урал-Сибия, 17, 17,5% годовых. В ВТБ, давай, если ты про ВТБ говоришь. В ВТБ есть Я разговаривал со своим персональным менеджером, ставка сейчас 16 и этот депозит отзывный, то есть, ты деньги положил, допустим, 4 дня полежали, можешь все забрать и тело депозиты, и проценты, и никаких штрафов. То есть, суперусловие вообще. Так об этом и речь. То есть, дальше возникает вопрос. То есть, даже при 16, 17% годовых инвесторы прут с этой стороны с деньгами, с одной стороны. А с другой стороны у меня возникает вопрос. А кого можно финансировать под такие проценты? Кого? Вот правильно ты сказал, да? И выясняется, что по большому счету не так много мест в стране, куда можно вложить деньги под такой процент банку коммерческому и оттуда получить доход. И самое главное место, куда можно положить эти деньги, это не бизнес, не разум, это депозитарии, депозиты центрального банка. То есть, если тебе нет денег куда положить, ты просто не центральный банк кредитует коммерческие банки, как во всем мире, а у нас коммерческие банки забирают деньги из страны, из экономики и несут их в центральный банк. Все наоборот. А центральный банк, который не занимается коммерцией и никого не кредитует, должен этот депозит потом этому банку процент погасить под более высокий процент, естественно. А у меня возникает вопрос, а откуда у центрального банка России источник доходов для того, чтобы гасить такие проценты ставки коммерческому банку? Ответ очевиден. Это эмиссия, так или иначе. И те или иные околопирамидные механизмы. Вспоминаем дефолт 98-го года. Ну, понятно, сейчас таких крутых пирамид строить никто не будет, но, тем не менее, что-то похожее должно быть, иначе просто ниоткуда центральному банку найти ресурсы для того, чтобы гасить такие проценты, которые на самом деле обычный банк разместить в производстве не может. Можно, сейчас ты будешь ругать центральный банк, а у нас зрители там, я чувствую, капают себе валерьянку, значит, принимают, когда, значит, узнали название эфира. Мы еще не подошли, мы сейчас объясним, что это не шутка на самом деле. Ты сказал, что это шутка? Нет, это не шутка, это неизбежное будущее ближайших лет. Ну, вот смотри, ты сказал слово инвестор, да, инвесторы сидели на встрече с главой ВТБ и спрашивали, куда бы девать деньги, а вопрос-то хороший. Про квартиры из нормальных инвесторов там уже никто не говорил. Для нормального, богатого человека уже понятно, квартира это пирамида, из которой надо немедленно выходить, пока еще можешь унести ноги. Если оттуда не выйти в ближайшее время, потери грандиозные. И все богатые в этом плане люди, ну, мягко скажем, в этом плане проводят определенный пересмотр своих инвестиций, из квартиры выходят просто со свистом. Ну, вот смотри, давай поясни, в чем там заковык это. Вот до перехода на новые правила, да, которые регулирует стройсектор у нас и порядок его финансирования, они были приняты 1 июля 2019 года, застройщик строил в три этапа, да, плаван, стройка и был этап вот госкомиссия, готовое жилье. Застройщик привлекал деньги дольщиков, в том числе, ну, и кредитовался, естественно, в банке, вот, но не было тогда что такого, что вот прям 100% убили в банке. Вот, и этому дольщику за риск, да, застройщик давал дисконт. А цены своего продукта, конечного, квартиры, то есть в этом доме, который он строил, он соизмерял с ценой вторички, да, ну, вот, блин, расположенную в районе, где он там строил свой новый дом. И, соответственно, значит, эту новостройку застройщик старался сделать дешевле, потому что иначе тогда отчете дольщик-инвестор понесет свои деньги. И рынок был более или менее сбалансирован. А что сейчас происходит, Владимир Николаевич, можете? Ну, Александр, давай так. Для начала мы с тобой покажем некоторые моменты, которые четко указывают, что мы с тобой имеем дело, и люди имеют дело, с ярко выраженной пирамидой финансовой. И как любая финансовая пирамида, она имеет срок жизни, она имеет время, когда на ней можно заработать, и имеет время, когда из нее можно успеть выскочить, а потом имеет огромное количество людей или лохов, которые выскочить не успели, и профинансировали высокий доход тех, кто ее организовал. Вот, по сути дела, строительная эта вся процедура в нашей стране, она ярко выраженная финансовая пирамида. Значит, давай попытаемся себя убедить в том, что я ошибся. Для этого, как мы любим с тобой заняться математикой. Итак, начнем с 2019 года. 2019 год, вот в России с 2019 года ежегодно ставится рекорд по объему года жилья. Ну, это Росстат берешь, и там все показано. Вот в 2019 году было введено 82 миллиона квадратных метров. В Дворца там тоже, там чуть больше, чем 82 метра. В 2021 году уже 93 миллиона квадратных метров. 22-й год почти 103 миллиона квадратных метров. В 2003 году мы уже перешагнули рубеж 103 миллионов метров квадратных. А в 2004 год говорят, будет превышение 105 миллионов квадратных метров. Понятно, да? То есть с 2019 года без малого введено будет за эти там столько лет почти 470 миллионов квадратных метров в строй. 470 миллионов квадратных в строй. Дальше. Если смотреть по планам, которые есть вперед, то за следующие 5 лет будет введено еще без малого 600 миллионов квадратных метров. Понятно, да? И с высокой долей вероятности для нас с тобой, мы же понимаем, что эти 600 миллионов квадратных метров будут построены не в деревне Гадюкино и даже не в Вологде, а где-нибудь в мега-центрах, мега-городах. Понятно, да? Не в деревнях, не в малых. И на сельскую ипотеку тоже уже можно не рассчитывать под эти вещи. Так вот, дальше. Кстати, мы с тобой говорили про себестоимость и про доход застройщика. Некоторые говорят, что тот факт, что появилась льготная ипотека, не привела к падению цены на квартиры и на увеличение доступности жилья для тех, кто ее берет в ипотеку. Она просто привела к повышению цены на эту квартиру. Потому что льготу получает не застройщик, а банк. Совершенно верно. Но дальше возникает вопрос, а какая себестоимость этой самой квартиры? Потому что, извините, если там тех или иных супер-мега-олигархов сейчас в том году нагнули за сверхприбыли, из этих сверхприбыли копеечку назабрали, а вот здесь есть сверхприбыль или нет сверхприбыли, которая тоже, может быть, есть смысл как-то государству на нее посмотреть. Возникает вопрос, материалы в Вологде или ЧПОПС, стоят столько же в Москве или нет? Таджики, московские и вологорские одинаково стоят или нет? А тогда у меня сразу вопрос. Есть ли средняя цена метра в Москве, средняя цена в Москве, по данным соответствующих органов, 350-370 тысяч за метр квадратный? Слушай, я слышал цифру 400. Ну, нет, есть метры и за 600. Я имею в виду про среднюю. Да, да, понятно. Именно средняя вот мне говорят. Про средний метр. А в Вологде и ЧПОПС средний метр в таких же квартирах, в таких же квартирах, таким же проектом сделанных стоят от 70 до 90 тысяч за метр квадратный, то у меня не может возникать вопрос. А вот эти вот 300 тысяч за метр, за один метр 300 тысяч, это вообще прибыль прибыль кого? Прибыль кого? И эти 300 тысяч за каждый метр, который кто-то в Москве из покупателей жилья в Москве платит кому-то и берет ипотеку и кредит на себя, он кому переплачивает эти 300 тысяч за этот метр? Застройщику или банку? Или как? То есть, ну ладно, мы этот момент как бы наподумать депутатам, да, или в счетной палате, или не знаю кому, или ФСБ, или там, ну кому-нибудь подумать или не думать, как если не хотят. Но вопрос другой, значит, мы с тобой говорим про пирамиды и про все остальные моменты. Значит, смотрим по Москве и по России, как вообще идет распределение в том, что мы строим. Вот эта полезность, да, мы же огромные финансы, триллионы выгребаем из экономики, обеспечиваем доход банков, чтобы людям было хорошо, да, чтобы люди жили комфортно, в общем-то. Так вот, интересный момент, что сейчас на долю студий, процент доли студий 30% в строительстве, а студия это даже не однокомнатная квартира. А года два назад их было 25%, то есть количество студий не уменьшается, а увеличивается. И они сейчас занимают студии в Москве второе место после однокомнатных квартир. Там 34% занимают однокомнатной квартирой. Ну, а двушки занимают 29%, то есть студии продается больше, чем двухкомнатных квартир. Так вот, в Москве на долю однокомнатных квартир, студий и двушек, если их сложить, приходится 93% сдаваемого жилья. А в агломерации проживает 40 миллионов человек. И дальше у меня не может не возникать вопрос. Вы серьезно считаете, что при таком раскладе у нас демография в стране каким-то образом будет улучшаться? Но это опять-таки мы в сторону отошли, мы сейчас с тобой говорим, мы сейчас зацепили вопрос безопасности страны как таковой, а мы говорим пока о том, что это идет, мы с тобой разговариваем про, 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 про пирамиду. Про презренные деньги, да. Почему она конечная? Так вот, давай считать. Значит, 33 метра на одного проживающего. Ну, почему 33 метра? Эта цифра назвал президент, да? Да. Причем у нас где цифры? 33 и 38. 38, это, по-моему, к 36-му году, а 33 метра на человека должна быть норма жилья у каждого гражданина России. Слушай, ну, знаешь, как сказал, я для протокола замечу, он сказал, не сказал, что это будет, он сказал, надо стремиться. Цитирую президент. Хорошо. Ну, ему стремиться, ладно. А, тогда еще, понимаешь, вот, вот чем хороша математика, что мы с тобой посмотрим два разных направления, 33 метра и другую ситуацию, когда мы можем постремиться с тобой и посмотрим, как пирамида будет выглядеть в этих двух направлениях. Итак, так вот, если взять 33 метра, то получается, что построенное жилье в ближайшее время и не заселенное сейчас должны принять, исходя из тех цифр, которые мы с тобой обозначили, если каждому 33 метра, в эти квартиры, которые мы построим, надо заселить без малого 18 миллионов человек в Москву. Понятно, привезти. Саша. Ты шутишь, что ли? Ну, хорошо, сейчас я уже испугаюсь. Ну, посчитай, посчитай те миллионы квадратных метров, которые мы должны сдать в ближайший год, 2, 3, 4, 5. Ну, посмеялись и дальше. Ну, мы же в разумном, вы только же сказали, что в Москве не строится трехкомнатная квартира, чтобы каждому там 33 метра нарыло было. Ну, студии, однушки, ну, все остальное. А их куда девать у меня вопрос из зала, да? Погоди, 18 миллионов, может быть, мы в России еще как-нибудь наберемся, еще есть недобитые города, есть на чем работать. А если посмеяться и применить сегодняшнюю социальную норму, ну, мы же стремимся к 33, трем, но пока возьмем сегодняшнюю социальную норму общей площади на одного человека из семьи в три человека. То есть, возьмем с тобой 18 метров квадратных на человека, то есть, 54 метра квадратных на семью из троих. Так вот, для этого мы с тобой должны, в те метры, которые мы с тобой посчитали, надо переселить без малого 32 миллиона человек, найти по стране и притащить их с тобой нам в Москву. Ну, и там еще два мегаполиса. А эти люди, напомню... Слушай, я тебе готов задать более сложный вопрос. Подожди, подожди. Там все силами Росгвардии можно согнать эти 30 миллионов. Росгвардия выйдет, отцепит, пригонит эти. А где они деньги возьмут? Это же не социальное жилье. Им же надо платить за эти квартиры. Подожди, подожди, я тебя совсем огорошил, я понимаю. Так мы же с тобой к чему подходим? Что эта пирамида, она конечна в любом случае. Что-то кончится раньше. Или деньги, или люди. Чудес не бывает. Ты понимаешь? А когда это все кончится, как любая пирамида, когда-то еще на заре 90-х годов я участвовал в разного рода проектов и разного рода компаний по-разному с нами рассчитывались. Так вот, у нас были проекты, где со мной и таким, как я, рассчитывались не долларами, не рублями, а рассчитывались билетами МММ. Понятно, да? Такой период тоже был в нашей стране. Так я вам скажу следующее, что в зависимости от того, когда этот билет МММ был на руках, это было совершенно разное стоило. Но когда пирамида рухнула, а она рухнула, эта вот бумажка не стоила ничего. Она не в три раза опустилась в цене ни в пять, и даже не в десять. Она просто превратилась в ноль. Ну, это отдельный разговор. Хотя тоже интересный. Но, смотри, значит, мы с тобой подумали о том, что 54 метра квадратных это, в принципе, на троих неплохо. Четырых, конечно, маловато, но... Папа, мама, я, дружная семья. Да, это худо-бедно какая-то душка. Но дело в том, что в Москве доли однокомнатных плюс студия это более 50%, это почти 65%. То есть, метража-то не хватает. В общем, получается, что если взять минимальную санитарную норму на человека, минимальную, а минимальная санитарная норма на человека у нас в стране, это 6 метров квадратных по-прежнему. И упаковать по таким нормам, а сменяться не надо, потому что есть резиновые квартиры в Москве, где количество людей на метр квадратный превышает один человек на 6 метров. Ну, так вот, если взять 6 метров квадратных на человека, то на те указанные метры, которые мы с тобой посчитали, да, и которые нам сейчас должны предоставить, необходимо, можно впихнуть 95 миллионов человек. Понятно, да? А ведь у меня возникает вопрос, а мы серьезно собираемся развивать Дальний Восток, туда людей пытаться переселить, там, у нас в провинции кто-то должен на старше, на заводах работать, или как, или где. Еще раз, объем нераспроданного жилья на конец до 3 года без малого 75 миллионов метров квадратных. Понимаешь, да? Да, да. А можно я тут вклинюсь, извини, вот, ты говоришь пирамиды, да? Но ведь всегда существует момент, когда она вдруг начинает рушиться, да? То есть срабатывает какой-то триггер. Я когда говорил о том, что мы с чего начали, что раньше вот стройка происходила в три этапа, люди там платили от петлована, рисковали, но они получали новую квартиру по цене дешевле, чем цена вторички в этом же районе. Значит, а сейчас получается что? Я просто суммирую то, что ты сказал. Значит, Эльвира Сахибзадовна, Центральный банк, разрешил банкам привлекать средства граждан под 16% на отзывные депозиты. Сейчас, я говорил с офицами, Владимир Николаевич, готовились к эфиру, эти специалисты работают в цене, фамилии, должностей называть не буду, но они говорят следующее. Сейчас, когда ты вкладываешь с одного стройку, строят там года полтора-два, она на самом деле за это время дорожает очень мало, а с 22 года, мне сказали, цены вообще не растут. Потому что, то есть, если мы сейчас, сейчас нам зрители начнут писать, да вы Бабылев с Баглаевым сидите там, свои там станки там ковыряйте, цены растут, мы же там заходили там из рук руки там или еще куда, на Авито, вот там год назад стоило столько, сейчас стоит столько, друзья, это афера. То есть, если начать с этим разбираться внимательно, да, квартиры, которые сейчас выставлены на продажу, они не продаются, потому что застойщики хитрят. Им же надо как-то привлекать инвесторов. Они говорят, вот смотрите, да, значит, в своем выстроенном доме они говорят, вот квартира с окнами во двор, значит, на южную сторону, вот она стоит там, вот подорожала на 2 миллиона. Но на самом деле таких квартир единицы. А основной объем, ну, то есть, он не дорожает цене вообще практически 2 года. И у меня вопрос, если инвесторы туда не идут уже в жилье, а ты говорил о том, что если, значит, покупать будут меньше, значит, соответственно, застройщик рискует уйти в минус, да, потому что ему банк со скроу счета платит только тогда, когда он построил квартиру и продал. И второй момент, если инвесторы туда уже не идут, то, соответственно, мы будем обречены на то, что объем непроданного жилья будет увеличиваться, а объем продаж будет падать. А еще сказали, что семейная ипотека подорожает до 12%, сейчас просто на рынке паника. Мы близки вот к этому моменту, когда рынок триггернет, да, то есть, ну, обвал, он с чего-то начинается, клоп там чихнул какой-то и лавина там, значит, вниз понеслась. Вот скажи, пожалуйста, насчет триггер. Давай так, что касается реальных моментов на рынке, вот в текущем состоянии, я спорить не буду, потому что я не погружен. Я люблю работать с математическими моделями. Они позволяют абстрагироваться от тех или иных эмоциональных налетов, которые те, кто продает, они пытаются свою мысль донести и манипулируют сознанием. Те, кто покупают, они наоборот пытаются сказать, что нет, нифига, все наоборот, да. А мы тобой промат-модель. И промат-модель мы с тобой понимаем, что количество производимого жилья через пять лет, через пять лет, если все эти моменты выполняют, они должны полностью выкачать население страны в мегагорода, что не может произойти по определению по одной простой причине. У нас просто становятся предприятия, производства, заводы все. Понятно, да? Такого просто не может быть по определению. Поэтому какой-то момент квартиры еще можно строить, но заселять их уже будет нельзя, просто будет неким. Причем это перспектива всего лишь пять-шесть лет. Поэтому какой момент это посыпется, это вопрос достаточно короткого... Мы указали один фактор, из-за чего может посыпаться. Инвестор уже не идет. Давай у зрителей откладывай. Второе. Ситуация, когда эти квартиры будут не заселяться, будет... Пройдет две вещи. Первое. Они перестанут играть инвестиционный интерес. Это первый момент. А второй момент. Те, кто туда вложился в свое время, попытаются избавиться от тех квартир, которые они в свое время как инвестиции купили. Что происходит с компаниями, где инвесторы или акционеры, которые покупили на бирже акции, понимают, что начинает фондовый рынок снижать стоимость этих активов. Они начинают выходить. И, соответственно, стоимость этих ценных бумаг начинает падать просто по полной программе. А что мешает в этой ситуации? Самое интересное, что не факт, что застройщик в этой ситуации пострадает. Почему? А я объясню свою позицию. В этой ситуации пострадает не застройщик, а инвестор настоящий, тот, кто купил эту квартиру. Почему? Потому что застройщик своих денег туда не вложил. Там нет денег застройщика. Понимаешь, да? А разница между себестоимостью реализации, скажем, по Москве, я только тебе привел пример. Нет, прямо не пострадает, но косвенно пострадает, потому что у него... Он будет лежать на Мальдивах со своим триллионом рублей и думать, как я косвенно пострадал. Ну, Саша, пострадает тот, кто купил ненужную себе квартиру 12 метров квадратной в центре Москвы на 47 этаже, куда ни подняться, ни подъехать, ничего с ней сделать, лишить невозможно, ни семью завести. Вот он пострадает. Не, но я тебе готов смотреть. Значит, мы отметили, да, инвесторы предпочитают выходить, инвесторы не идут. Но есть еще один фактор риска. Раз это так, а объемы жилья, ты цифры же приводил, да, стройка у нас в объемах не падает. Значит, ипотека же рекламируется везде, вот из каждого утюга, там, берите, значит, покупаете, вот, новое жилье, оно там такое-сякое, нарядное, хотя мы с тобой понимаем, какое нарядное. Исходя из этой самой нашей формулы, простой, как трусы за 40 копеек, мы говорили. кто ходил по... Застройщика... Саш, давай так, я тебя не перебью, вот насчет нарядного жилья. Кто ходил по стройке в момент, когда она только строится, между таджиками там лазил, намерял толщину перекрытия и толщину стенок до той нарядности... Я об этом и хотел сказать. Это мы с тобой потом обсудим, это просто... Это отдельный момент, то есть качество, ну, то есть застройщик не заинтересован в этих финансовых условиях делать качественное жилье. Это точно не те инвестиции, которые кому-нибудь посчастливится передать по наследству. Вот забудьте сразу. Да, из головной... Дай, чтобы они достояли эти коробки до момента, когда вы будете еще по такой выплачивать. Вот. И, значит, что происходит, что происходит с качеством кредитного портфеля у банка? Банки привлекают. Мне об этом сказали специалисты. То есть раньше контингент был качественный. Это были инвесторы, так называемые парковщики, такое профессиональное слово. Есть такие люди у нас, кое-где у нас порой, у которых просто, ну, знаешь, вот много наличных в шкафу. Вот невозможно шкаф закрыть. Вот чуть пройдешь, мимо дверца открывается, они вываливаются. Людям куда-то просто физически надо девать бумажные деньги. Парковщики и люди, которым действительно нужно жилье. Так вот сейчас в основном ипотеку берут люди, которым действительно надо жить, и они из-за того, что в экономике тоже у нас кое-где порой не все благополучно, они не являются надежными. А ты меня просил узнать, а что будет, если вдруг такой заемщик объявит о том, что вот все, дорогой банк, я не в состоянии больше осуществлять кредитные платежи. Докладываю тебе и зрителям. Значит, в этих условиях опять тут всплывает наша подруга Эльвира Сахибзадовна-Дуулина, которая в случае просрочки по ипотечному кредиту повышает банку норму резервирования по этому кредиту. Поэтому банк старается избавиться от этого залога на аукционе как можно скорее. А как это можно сделать как можно скорее? Правильно. Не снизив цену, да. Мне говорили цифру, вот я вот за нее, друзья, не ловите на слове, не готов отвечать, но зачастую вот эти вот лоты уходят по цене 60% от номинала. То есть, квартира стоила 10 миллионов, ее по-быстрому спихивают за 6. Я не знаю, теоретически, может в этом случае заем, ну, вот этот вот ипотечник несчастный, еще и остаться должен банк. Не знаю, говорят, что тогда там в банке возникает какая-то разборка. А как вы определяли там стоимость залога, а как вы определяли кредитоспособность, вряд ли он, конечно, оставится в должном, но теоретически это не исключено. То есть, у тебя забрали квартиру, в договоре как, ну, там, нового с аукциона продали, если что-то там на твою долю осталось, тебе деньги вернут. Практически, наверное, так не получится. То есть, это мы говорили об угрозе стабильности, понимаешь, это не машину забрать, значит, которую ты купил в кредит. Ну, забрали у тебя машину, поешь на маршрутке, ничего с тобой не случится, не растаешь, не сахарный, а тут тебя лишили жилья. Как себя чувствует этот человек в этот момент? Это, ну, то есть, это просто какой-то социальный взрыв может быть, если это будет достаточно массово. Вот, извини, я закончил, голову морочил. Ну, смотри, Александр, то есть, ты показываешь еще одну сторону, которая явно показывает, что здесь, как ты помешаешь сказать, системно просматриваются рожки пирамиды. Теперь дальше. Пойдем с другой стороны. Предположим, все не так плохо, и мы реально будем делать все то, что мы обещаем людям, не мы, а руководство. И вот к 30-му году мы решим, что, да, каждому человеку, гражданину России, в том числе Москве, надо выделить 33 метра квадратных. И тем самым эти люди не просто будут там жить, они смогут их купить, эти 33 метра квадратных. А нас, напомню, а им нужно купить эти 33 метра квадратных. У нас горс семьи, так вот, горс семьи, это значит, что мы собираемся с демографией как бы более-менее разбираться и давай как будто бы как будто бы у нас получилось, и у нас средняя там московская семья будет коэффициентом не 1,4, как сейчас, да, а 2 там. То есть семья будет из 4 человек. 4 человек. Да. Таким образом, к 30-му году такая... 36 квадратных метров в квартире. Нет, нет, 33, по-моему, там 33. Так вот, получается, что стандартная, обычная семья, там никакая там олигархия обычная, должны жить в квартире московской метражом 132 метра квадратных. Напомню, что сегодня трешки занимают в процентном отношении с дачей Москвы всего лишь 7%. Что делать с теми квартирами, которые не удовлетворяют семью из 4 человек? С демографией закончить год семьи там навсегда закончить, или как-то их объединять? Ну, это один момент. Но, ладно, пока мы чисто по репетике пройдемся. Итак, вот, давай посмотрим, сколько обычному, самому обычному мисквичу, там, не парковщику, обойдется вот эта вот квартирка семьи 132 метра квадратных, чтобы попасть в нормативы указа. Значит, мы помним с тобой, что средняя цена сейчас по метра 350 тысяч за квадрат. Таким образом получается, что эта квартирка обойдется в 46 миллионов 200 тысяч. Слушай, я все время улыбаюсь, сижу, как идет. Какие-то смешные. Я же беру цифры из тех нормативов и указов, я же не сам их придумал. Это цифры, которые с телевизоров рассказывают. Я просто их между собой перемножаю и получаю то, что получаю. То есть, это огромное семейное счастье ипотека на 46 миллионов. Мама дорогая, это ваша... Поехали дальше грустить или веселиться, как кому больше нравится. Таким образом, семье из четырех человек придется выложить за квартиру 46 миллионов в связи с лишним денег. Ну, согласны, что большинству уже понаехавших или там еще прибывающих, ну, сразу такую сумму не заплатить. Я понимаю, там приезжает семья из какого-нибудь Мухадранска и говорит, блин, пока денег не хватает. Было бы 43, заплатил бы, а 46, ну, не хватает. У нас не заработают. Поэтому они, конечно, идут куда? Они идут за ипотекой. И предположим мы с тобой, предположим, что все они пошли за семейной ипотекой. Все-все-все. Под 12... А чем будем считать семейную? Под 12? Слухи не... Чтобы совсем не расстраивались. 12% годовых. Лет так на 20. На четверых, да? Чтобы сумма не была страшна и чтобы облегчить судьбу расчетных этих людей, предположим, что в этих новых новосельцев вообще не будем, банки не будут брать первоначальный взнос. Не, ну, сейчас минимум 20%. Не будем. Вот, ставка 12, брать не будем. так чтобы мы понимали, что вот льготнее того, что мы с тобой посчитаем, просто быть не может. Понятно, да? Вас посчитаем, сколько придется в месяц платить первоначальный, значит, этим обладателям совершенно нормативным... Обладателям нового жилья? Не просто нового, а всем причитающимся нормативного жилья. Так вот, аннуитетный расчет, это расчет, который минимизирует ваш ежемесячный платеж, да, и вашу выплату, показывает, что месячный платеж у вас будет без малого 425, 425 тысяч рублей в месяц. За обычную нормативную квартиру, в которой все будут жить обычная на свече. Ну, Медельинский картель же вроде разогнали, там это самое, если даже из Колумбии подогнать новоселов, ну, мне кажется, 400 тысяч, ну, слушай, ты издеваешься, что ли? Не, ну, подожди, если я что-то выдумал, то ладно, мы с тобой берем по льготному тарифу, ты же видишь, из тех нормативов, из тех указов, из тех положений, которые мы, к которым будем стремиться всей стороной. Ну, дальше, некоторые москвичи, не все, а некоторые, могут засомневаться в том, что они могут потянуть такие выплаты. Кто-то потянет, но некоторые скажут, блин, возможно, не факт, но москвичи забыли, что мы говорили с вами про семью, из четырех человек, то есть в семье двух человек, значит, двое детей, а если в семье есть ребенок, а тем паче двое, то, скорее всего, как минимум, один из этих людей будет вообще без зарплаты или не на полной зарплате. и вот это вот только на ипотечный... Какой должен быть доход главы семьи? Значит, главы семьи, кто бы не был, девушка или парень, должен быть доход... Давай мы за традиционную семью, давай за парень. Да, 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 еще больше, то есть тысяч так за 600 в месяц, это только на выполнение обязательств по ипотеке, а кушать, а одеваться, а, 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 и, о, все. Ребят, ну, цифры как бы сильно-сильно не позволяют верить в их выполнимость, то есть вторая часть балета, которая показывает, что неизбежно что-то похожее на пирамиду, что-то должно закончиться. Хотя, опять же, с точки зрения, допустим, если перенести тот же расчет, ну, нефиг вам в Москве жить, приезжайте обратно в деревню, там, в Чайповец, в Вологду, и там получайте свои 33 метра квадратных на человека в вашей четырехчеловечной семье. Так вот, вся проблема в том, что для Вологды тот же расчет показывает не что тысяча двести, что тоже, в общем-то, несколько превышает возможности среднестандартного блажания наличия и получения. Можно я по цифре тут добавлю? Ну, давай. У зрителей откладывалось, значит, смотрите, друзья, что получается. Я вот, опять-таки, консультировался со специалистами, за два года номинально по объявлениям в газете ваша новостроечка вырастет на 10-20%. А под депозитик положить эти же деньги, допустим, у вас из шкафа вываливается 10 миллионов на квартиру, значит, вы получите доход 16 годовых. То есть, в полтора-два раза больше. Спрашивается, да, вот зачем вам в этих условиях покупать квартиру, если вам есть где жить. Но если ты, как инвестор, решил готовую квартиру продать, Владимир Николаевич, внимание, барабанная дробь, эта твоя новостройка перестает считаться новостройкой, и она уже вторичка. А основной покупатель сейчас берет и на вторичном рынке тоже квартиры в ипотеке, где ставка барабам-бам-бам 20%. То есть, ты ее, мало того, что ты на ней ничего не заработаешь, ты ее еще и не продашь. Потому что покупатель, он пойдет в новостройку, где ему предложат льготную ипотеку. Сколько она там еще будет существовать? Это триггер для обрушения рынка? Значит, из того, что я вот с людьми богатыми общаюсь, которые имеют там десятки квартир инвестиционных в Москве, Санкт-Петербурге, народ наиграл все эти вещи. Во-первых, оказалось, что просто купить квартиру и ее сдавать в аренду не так все просто. Это надо заниматься постоянно с жильцами, надо отслеживать коммунальные услуги, надо делать ремонты, надо проверять, надо все, то есть там не совсем без издержек. И зачастую не всегда спокойно, так скажем, с теми самыми жильцами. И даже если накуролесят, каким-то образом компенсировать ущерб, не так все просто. С одной стороны, а с другой стороны эти гадкие жильцы норовят пошантажировать, что они пойдут в налоговую инспекцию и расскажут все то про тебя. Вот это ты так от налоговой инспекции скрывал. Поэтому просто взять квартиру и пытаться зарабатывать на ее сдаче неоднозначно. Риски, расходы уж точно. Глупость, ну просто глупость, ну с финансовой точки зрения. Есть моменты, понятно. То есть в эту игру уже из тех, кто набил деньгами шкафы, они наигрались и поняли, что по-прежнему лучше деньги выводить за границу. Судя по тому, как я слышал это на конференции, этот момент смущает. Вот, с одной стороны. Но у меня в этой ситуации вопрос возникает следующий. Ну, предположим, да, есть финансовая пирамида, есть ее организатор, как любой финансовой пирамиды. У этой финансовой пирамиды есть те или иные интересы у их организаторов, эти интересы финансовые. Понятно. Но дальше возникает вопрос, насколько опасна эта финансовая пирамида, вообще говоря, для страны. То есть то, что это в итоге, по большому счету, схема обескровливания лохов, это ясно. Но то, что кроме всего прочего это схема обескровливания страны, вот это уже вопрос безопасности страны. То есть приоритеты, вот нам не на чем летать, нет самолетов, нам не хватает вопросов инвестиций. Мы не финансируем создание нашей электронной промышленности. На Министерство промышленности денег для развития не то, что не выделяют для... Ну, по моим расчетам, по моим расчетам, вот я взял бюджет прошлого года и то, что выделяется на все-все-все-все программы развития, которые есть в Минпромторге России. Вот если я могу прикинуть объем задач и целевых установок, которые прописаны в указах президента, что мы должны сделать за какое-то время, и объем выделяемых средств. Так вот, на мой взгляд, я могу ошибаться там в процентах, но порядок цифр такой, что потребность финансирования мероприятий для выполнения этих задач не превышает 5% от необходимых сумм. Очень хороший пример статьи авиастроения, там еще меньше. А цели стоят. А деньги идут сюда. Теперь я привожу пример в этой ситуации, всегда такой интересный пример, который, в принципе, показывает, что такого рода игры в финансовые пирамиды на жилищно-потечном рынке, они являются не просто разводкой, они наносят промышленности страны, ее техническому суверенитету удар смертельный. Вот берем один дом в Москве, да, это самый большой московский дом, самый большой человек в Москве, это 35 подъездов и в этом доме где 35 подъездов 3700 квартир. Общая стоимость реализации этих квартир по рыночной цене составляет порядка 1 миллиарда рублей дом, 1 миллиард рублей. Каждая квартира это как минимум станок щепу, трешка это тяжелый навороченный станок щепу. Теперь вспоминаю свою молодость или детство. В 1995 году я еще в должности финансового директора ПО БелАЗ занимался привлечением денег и финансирования. я был автором проекта реконструкции модернизации производственного объединения БелАЗа в тех своих молодежных годах. Так вот, на момент, когда я занимался этим проектом, процент износа основных фондов БелАЗа, после развала союза, составлял более 93%, то есть, завод по оборудованию был убит. Номенкатура была старая, уходящая с рынка. Так вот, для запуска новых модернизаций и масвалов и модернизации и восстановления мощностей или приужения нам хватило, нам хватило, и мы это привлекли, это до сих пор является уникальным проектом модернизации и производства в Беларуси, нам хватило 288 миллионов долларов США, из которых примерно 30% это были в том или ином виде субсидии государства, остальное банковский кредит. А здесь всего один дом, в том числе за счет господдержки, миллиард. У меня возникает вопрос, это сколько, три делаза можно построить было вместо этого дома, кто и как распределяет приоритеты страны, если у нас зависимость технологическая и все остальное. Вопрос о том, выгодно, невыгодно, дорогой, дешевый будет самосвал, машина, самолет и все остальное, какая разница, если у нас тупо этого нет. Кто считал выгодно или невыгодно себестоимость Крымского моста и сколько он носит, сколько он должен стоить. Если он стратегически необходим, то его цена не имеет значения, он просто должен быть. Если авиация в стране необходима, своя, то себестоимость самолета не имеет значения, он просто должен быть. И так по всем направлениям, иначе вы туземцы последние или предпоследние, там делитесь с теми в конце. Слушай, а можно я чуть-чуть это самое... Ну, а я продолжу. Подожди. Я хочу этот момент тоже обозначить. Про миллиард рублей, который стоит только один... А я про него и хочу сказать. А вот эта цифра миллиард берется. Я же обещал по делу перебивать. Вот смотри, у меня мой хороший приятель занимается индивидуальным жилищным загородным строительством. Хороший дом он строит. Там, кстати сказать, он не так много занимает по отделке. То есть его вполне можно сравнивать с квартирой, которую застройщик реализует в бетоне, то, что называется. То есть там тоже окна все проложено, коммуникация. А уж какого цвета унитаз там ставить, это личное дело каждому. Да? Вот у него цена предложения готового дома идет из расчета 40 тысяч российских рублей за квадратный метр. Дом где-то там площадью 120 квадратных. Ну вот. Скажи, пожалуйста, я его спрашиваю, Витя, слушай, а что делать? Это самое там вот, ну, простому, как говорится, крестьянину. Купить квартиру-то или нет сейчас? Вот если какие-то деньги есть там на старость, у нас с тобой старость уже не за горами. Может купить там одну-другую квартиру, как прибавь пенсии. Он говорит, слушай, ну, я, говорит, я просто не понимаю. Вот я индивидуал, у меня нет тех скидок, которые имеют строительные компании, которые ведут массовую застройку. У меня цена предложения 40 тысяч за метр. Слушай, вот в цене за метр Московской площади, там что, как в бензине, что ли? Цена бензина, ее там найти сложно, да? Все остальное... Я тебе о том и говорю, что такая же квартира в Володе стоит в пять раз дешевле метра, чем в Москве. Какая разница? И ведь тоже строители работают, зарабатывают доход. Ну, как так-то? Причем есть еще одна проблема, принципиально важная. Ведь когда вы строите на триллион триллионы рублей жилья, вы... нам нужна иностранная рабочая сила, мигранты, да? Для чего нам нужна мигранты? Нам мигранты нужны для стройки, которая в стране не нужна. Вот в общем вопрос. Мы привлекаем нужных мигрантов на производство нам ненужных квартир. Вся проблема, вот я же не могу узбека или таджика в цех пустить. А почему? Ну, пусти в цех узбека или таджика. Ну, узбек, кстати, не так опасен, как таджик в этом плане попытались. Логика в чем? Ну, отношение к технике безопасности у этих людей, оно очень своеобразно. Да. Я не хочу брать грех на душу, что, ну, он себя убьет обязательно в цеху. Убьет. Не потому, что он самоубийца. Он не понимает рисков того, что происходит в цеху. Слушай, я, можно, можно, прям жизненный пример. Я, когда цех свой строил, это самое, у меня мой, ну, выгнал, ну, я привлекал, естественно, как говорится, иностранную рабочую силу, выгнал, значит, двух там, людей, которые делали забор, ну, уже когда здание было построено, там, собственно говоря, много народу не надо было. Знаешь, за что? Они с утра, свет я еще тогда не подвел, в помещении включили генератор и сели завтракать. Ну, то есть, понимаешь, хорошо, что он вовремя подъехал. Это вообще как? То есть, они просто элементарных вещей. Было бы два угоревших трупа. Он им просто спас жизнь. Я говорю, слушай, от греха подальше. По всем уважению. Гони оттуда. Давай наймем там какую-то местную там. Вся проблема в том, что даже на подсобные работы, на завод, ну, нельзя их пускать. Нельзя. И, а рабочая сила нужна, нам говорят, ее везут. Где она работает? Это развозка пищи, пиццы там и стройка, которая не нужна. Ребята, а то, что мы обозначили, как технический суверенитет, модернизация, там, промышленность, независимость и все остальное. Ребята, это мы за счет чего? Если вы сейчас еще в Москву переселите 20-30 миллионов человек, вы понимаете, что ни о демографии в стране говорить не придется, ни вообще о каком-нибудь производстве, промышленном, в принципе, говорить не придется по определению. Просто никак, никогда, ни за что, ни в каких обстоятельствах. А пятилетние темпы стройки должны превратить 40-миллионный мегаполис аглоберацию Москвы как минимум в 60-ти миллионный. А еще есть Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, и Казань. Вот эти все города должны будут занять без малого 100 миллионов человек. Все, люди кончились. Вот и вся пирамида. Слушай, а если мы, вот смотри, я вот не понимаю, опять-таки, между нами любители математики, если мы отрицательно растем по численности, да, извини за эту невольность, то, что мы предоставили население. Кстати говоря, в указах президента, на цели, которые поставил президент, он же не обозначил цели сохранения населения как такового или роста численности. Он просто обозначил, что в ближайшие 6 лет темпы вымирания страны должны снизиться. То есть, если сейчас... Ну, отрицательный рост должен... Быть не такой растущий, да. Быть не такой отрицательно растущий. Вот. Значит, и миграционный поток, я цифрами не владею, но, по-моему, он снизился по сравнению с тем, приток миграционный, по сравнению с тем, что было раньше. По понятным причинам, да. А я предположу, что, как бы, опять это будет такая, ну, обвальная штука, да, как только стройка чуть-чуть просядет, мигрантов будет еще меньше. А у меня вопрос, а кому это жилье? Там кто жить-то будет? Не, ну, смотри, вот мы с тобой, я думаю, вопрос, который касается того, что это финансовая пирамида, и пирамиду в принципе. Мы с тобой, я думаю, вопрос закрыли. То есть, все признаки финансовой пирамиды налицо, и то, что... Инвестору невыгодно, значит, те, кто покупает портфели банков, состоят, значит, из некачественных заемщиков и объектов залоги по раздутой цене. Вот мы с тобой уже поняли все, что это пирамида. Поэтому, как любая пирамида, рано или поздно, вкладчик, который из пирамиды не вышел, он должен потерять все. Понятно. Или кратно. Ну, понятно, но, наверное, какие-то деньги за квартиру можно будет взять, даже если она никому не нужна. Но это точно будут не те деньги, которые были на первом этапе ложены. Есть еще один момент, который я обозначил. Я говорил тебе про ту квартиру... Может, цена в 30 раз упасть? Поясни свою мысль, пожалуйста. Смотри, значит, дом. Вот я тебе, кстати, тоже... Надо же все... Абстракция... Сравнил, сравнил. Ты понимаешь, может она стоить или нет. И вот дом. Мы с тобой определили дом по цене рыночных продаж миллиард долларов. Много-то или мало? Один дом в Москве. Смотрите, берем наших самых богатых людей в стране. Самых-самых богатых. Тут сливки олигархов. Так вот, средняя капитализация самых богатых россиян, которые владеют не только гигантскими металлургическими комбинатами, на каждом из которых работает более 20 тысяч человек, но, как правило, эти предприятия, эти люди еще являются и, по сути дела, хозяевами нашей природной ренты ресурсной в стране. Так вот, эти предприятия, это не домообразующие предприятия, это градообразующие предприятия и зачастую являются основными донорами областей и регионов, в которых они работают. Понятно, да? Так вот, средняя их капитализация, каждого из них, от 10 до 20 миллиардов долларов США. Не денег, а капитализация. И если они завтра захотят продать за эти деньги, все, что они накапитализировали, они продать не смогут. Там будут некоторые моменты. А тут получается, что мы оцениваем один московский дом по цене половины Северстали. Вы серьезно можете сопоставить стоимость этих двух ресурсов? И у вас, у покупателей этих квартир не возникает никаких странных ассоциаций, что такого быть не может по определению? Да кто-нибудь был на Северстали, вы представляете, что такое Северсталь? Вы можете себе представить, что комбинат, который имеет капитализацию в 10 ярдов, это всего лишь 10 домов в Москве? Вы серьезно? Кто-то может себе представить и купить по этой цене метры в Москве? Ребята, вы скажете, нет? Тогда вам на Фосагра. Фосагра в четверо дешевле. Два дома и один Фосагра. Холодный, международный, с невероятными сложными компетенциями, технологиями, километры, десятки труб, непонятно как, между собой увязанных. Нарисовать невозможно, не то что построить. И два дома в Москве. И вы считаете, эти вещи сопоставимы по цене? А можно я еще добавлю черной краски к тому, что ты говоришь? Да. Но, кстати говоря, Северсталь и через год простоит, или Фосагра, и через 10, и через 20 она будет стоять и 30 работать. И еще ее попробуй снести. Ее будешь бомбить, не разбомбишь. А вот дом в Москве бомбить не надо, он сам развалится. Я вот хочу сказать, да, это мы делаем вывод из того, что опять-таки из незатейливой формулы, о которой мы вначале сказали, что заработок застройщика равен цена квартиры, по которой он продает, минус себестоимость. А в себестоимости там банковский процент, поэтому меньше бетон, тоньше перекрытие там и так далее. Но я тебе хочу сказать, что мне мои конфиденты говорят о том, что в наших производственных объединениях почему возникла тема станка, народного станка для Баглаева. Станки выходят из строя. Те самые старые, которые там пользовались, которыми мы пользовались еще от СССР, там и так далее. Импортные станки выходят из строя, запчастей нет, отремонтировать невозможно. У меня вопрос из зала. А если все это производство, ну как, ну если встают целые-целые цепочки производства? Еще раз, это у меня информация из первых рук. Это серьезная проблема. Мы с тобой сейчас говорим не про риски. Это уже реальная ситуация на многих производствах в стране. Это не риски, это факт. Это есть, это серьезно, на самом деле, приводит к срывам в производственных программах. Нюансы есть, и эту проблему можно решать только путем срочного обновления станочного парка. Станочного выделения целевых средств, значит, поручения. А вот с этим проблема, страна не, 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 не позволяет этого делать. Федики уходят на то, что мы с тобой обсудили. Ну вот смотри, значит, вот если реально говорить, перейти к русскому вопросу, а что делать? Нам могут сказать, допустим, апологеты этого строительного праздника жизни, но мы же кормим там массу смежных отраслей. Люди производят стройматериалы, металл, арматулу, металлопрокат, швиллера, там, и так далее. Значит, если мы говорим, всю стройку останавливаем, в экономике нельзя делать резких движений, да, мы с тобой это знаем не понаслышке, если бы, допустим, ты бы был, ну, как сейчас принято говорить, твой голос был бы решающим, а что делать со стройки? Я понимаю, что, чтобы что-то решать по стройке, тебе понадобится охрана, как, ну, ФСО, да, тебе надо, там, как говорится, обращаться, да, обеспечить мне охрану. Ты бы, наверное, как-то стал бы сворачивать постепенно весь этот праздник жизни, но что делать со смежниками? Вот есть какое-то сбалансированное решение по части, что делать на данном моменте? Два вопроса, которые, даже больше вопросов. Первое. Значит, независимо от того, будешь ты принимать решение или не будешь, эта пирамида на конечном. Конечном, да. Ты ее планово закроешь или не планово закроешь. Если не планово, она рухнет так, что она все равно рухнет, но неизбежна, ну, просто. Причем горизонт падения несколько лет. Ну, просто. Вот мы столько с тобой насыщих показаний, но не может. Разумных вариантов выхода из нее ничего не делая не возникает. Это первое. Второе. Почему это все понимают, а ничего сделать не могут? Ну, потому что есть, думаешь, почему нужна безопасность? Потому что есть люди, которые финансово заинтересованы в тех доходах, которые там есть. Верно? Ну, кто-то называет это воровством, кто-то называет это бизнесом, ну, как им больше нравится. Значит, чем... Ты меня извини, если загородные, застройщик, у него метр обходится в 20 тысяч, а в Москве он стоит 400, разница в 20 раз это не бизнес. Чем отличается продажа от фахуляции? Я сказал, кто-то называет воровством, кто-то бизнесом, понимаешь? Вот, если ты там с людьми, которые иногда в зонах сидели, общался, вот спрашиваешь, ну, а ты вот как? Слушай, ну, как-то я классно выставил, а что так? Ну, блин, профессионально там, вот, такая профессия, а что делать? Он же учился. Вот, и вот есть и такие варианты. Ну, ладно, я сейчас о другом. смысл того, что мы наблюдаем, что при минимальных вложениях ты же не вкладываешь ничего, вот производство надо вложить. Кто мне даст деньги без дологов, без ничего, чтобы я строил цех, завод и все остальное, покупал станки? Никто. А строителю квартир, домов дают деньги. То есть, ты минимум вложился, а какой оборот, а какие доходы, какие выводы капиталов за рубеж? Это сказка. То есть, хочется сказать, ребята, если вам так хочется воровать, а можно вы будете воровать не на квартирах, воруйте, пожалуйста, на авиастроение. На авиастроение воруйте. Ну, оборудование давай. А что, станок не может быть предметом? А судостроение воруйте. Везде воруйте, где по факту получается какая-то продукция. Там воруйте. Вы все равно воруете? И нам все равно, и вам все равно. Все равно воруете? Ну, что делать? Если вы не можете по-другому жить, и так страна работает. Воруйте там. что хоть что-то будет полезное для страны, условно говоря. Понятно, что меня не поддерживают, я совсем не поддержу, но если уж выбирать из двух плохих, то лучше будет вот этот вариант. Не получается так. Почему? Потому что мы с тобой обращаемся к скорости оборота. Если у тебя проект требует своих денег, минимум процента, у тебя оборачиваемость своих текущих активов – это несколько раз в год. А чтобы входить в проекты по производству с высокой добавленной стоимостью, там оборачиваемость составляет один оборот текущих активов в 2-6 лет. Я уже не говорю про окупаемость основных фондов. И получается, такой объем вывести себе на потребление ты не сможешь. Ты выведешь, но примерно вот настолько процесс производственного цикла у тебя удлинился, настолько меньше ты можешь украсть из государственных денег. То есть в 6 раз, в 7 раз, в 10 раз. То есть произойдет снижение дохода. То есть каким образом договориться с вольем о том, что если они не умерят аппетиты по своему хищению денег из общественного башняка, то пирамида рухнет так, что их могут достать даже за границы, и не пора ли вам воровать пойти в другое место, более полезное для страны. Вот если этот договор состоится, я же не знаю, кто там с ним говорит, тогда какие-то варианты есть. Теперь, как сделать это падение более-менее плавным? Ну, правильно ты говоришь, нельзя резко обрывать. Там металлургия, производство цемента, бетона и так дальше. Все это понятно, вопросов нет. Еще раз, промышленная ипотека. Строите производство, ребят. В чем проблема? Да, я понимаю, что там столько не унесешь. Не получится. Но если вы сделаете схему, как вы выносили бабки по... Да, я не приму себе цех, если он будет сделан не так, как он должен быть сделан для производственного помещения. И мне не надо рассказывать, что такая новая технология, что она должна простоять, и этот тоненький бетон, скорее всего, выдержит, если ветер не подует. Расчеты показали. Нет, такого я не приму. Но сейчас производственные цеха гораздо больше используют при производстве своем проката арматуры, швелеров и всего остального, чем бетона. Поэтому, что касается, если будут запущены процессы по производству... Мышленной ипотеки. ...эпотеки. Если эти цеха появятся, то там будет производиться продукция. Из чего? Из металла. Из металла, Саша. И поэтому сначала металлургии будут финансировать, вернее, поставлять металл на строительство заводов, а потом на производство этих заводов. Металлургии разобрались. Понятно. Хорошо. Все. Дальше. При этом окажется, что количество иммигрантов, которые так необходимы стране, ну, блин, есть проблема, они создают кримогенгенную обстановку. Но без них нельзя. Потому что они нужны. Количество иммигрантов в этом не тоже будет нужны. Но кратно меньше. Кратно меньше. И эти иммигранты будут жить не в Москве, в регионах, в районах, где они создают, ну, так скажем, не просто диаспору, они там командуют. Они будут жить в рабочих городах, Саша. где особо не побалуешь, так как в Москве. Нормально все. Можно там построить библиотеку. А там ботаник, понимаешь, в голубых штанах с бабочкой на шее. Иди сюда, ботаник. А тут ты выходишь, а там Челябинск. И чугунная подушка. Ты кто, родной? Ты строитель? Иди сюда. Ситуация другая. Воспитание будет другое. У приезжих. Слушай, а вот ты помнишь, мы с Васадзе говорили, чем заняться стройхолдингом, полезным, значит, для, в том числе, для вопросов демографии. Он говорит, ребят, ну, переориентируйтесь на загородное жилье. Но ведь это нужно решение на государственном уровне. Прекращение стройки, значит, увеличение мегаполисов. В общем-то, об этом речь. То это решение, почему оно необходимо? Дело в том, что конечность пирамиды, если ее плавно не закрыть, она обрызгивает всех. Это будет такой удар по власти стране. Это вплоть до переворота в стране можно довести. Вот этот крах, который сейчас вот мы... Обоснуй, почему? Вот, подчеркни, почему? Ну, хорошо. Вот у тебя через 5 лет... Это социальная напряженность. Вот у тебя в Москве через 5 лет 60 миллионов агломераций. Они вынесут любое правительство. Ну, любое правительство. Даже если недовольных, из них будет 0,1%. А чем проблема ЖКХ возникает? Недовольные будет не 1%, а 90%. А 90%, да. А 90%. Вот в чем проблема-то. То есть, 1% будет гузить, а остальные ему будут сочувствовать. И там никакая... Ладно бы полпроцента, процент. Здесь ты обидел всех. Своих, чужих, средних, поперечных, белых, черных, красных. Всех обидел. И это через 5 лет. Более того, силовые органы, люди, которые там работают, сержанты, ледовы, офицеры, они будут в честь всех, кого ты обидел. Обокрала, обманула икинула. И что дальше? Поэтому решение принимать надо в целях сохранения просто власти. Но есть другая проблема. Теперь мы говорим с тобой... Значит, то, что это пирамида, понятно. То, что крах пирамиды может привести к потере легитимности власти в стране, тоже понятно. Но есть еще один момент безопасности страны. Значит... О, я понял, о чем ты хочешь поговорить. Можно до этого, просто там уже серьезный совсем. А я хотел тебе затронуть вопрос, который людей волнует. У нас же есть то, что называется уклад жизни. И многие наши пенсионеры, не рассчитывая на родной пенсионный фонд, всю жизнь копили на какую-то однушечку, помимо своего основного жилья, чтобы ее сдавать и получать какой-то дополнительный доход. Понятно, что это чепуха. Ну, понятно, что при бытовой инфляции, есть такой термин, я его с интересом узнал, там, больше 20%, этот доход с этой квартиры, ну, это там, ну, ерунда какая-то. Но, тем не менее, люди с этого живут. Они физически кушают. Кушать же хочется каждый день. Что будет с рынком аренды в Москве? Как думаешь? Не, ну, Саш, все очень просто. Во-первых, количество предложений по закону рынка должно снизить. Уменьшить цену предложений. Это факт, Саш, ну, какие варианты? Ну, тут... Ну, а как? Короче говоря, это принцип домино, да, снизится, значит, доходность аренды квартир, их начнут продавать, потому что жить не за что. Что снизится? Предложение на рынке еще. Предложение на рынок самих квартир? Предложение на рынке квартиры уже тех, кто раньше арендовал, может быть, даже купят. Это снижает стоимость аренды и так дальше. Ну, все посыпется. Это... Воспоминаем, допустим, времена ковида, да, стоимость аренды в Москве, в Питере, она упала очень значительно, потому что просто некому было сдавать. А аренда загородного, жилье выросло. Да, совершенно верно. Потому что там-то можно было на улицу выйти, а тут нет. Поэтому есть момент, конечно, принципиальный. Много людей, испытают жизненную катастрофу. Не, ну, Саш, мы с тобой уже в нюансе. Там на самом деле такого рода нюансы. Не, 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 люди с этого живут. Ты не представляешь, сколько людей. Я понимаю. Я сам, когда работал в Москве, я жил в квартире, где мне... Ну, я в хорошем сталинском доме, там хорошая квартира. Мне там сдавала такая женщина, которая там еще в советские времена там была. А муж и все такое. Она жила на даче, а квартира ее вполне себе позволяла комфортно жить на своей пенсии, отрабатывая то, что она в советское время получила эту квартиру там со своим мужем. Понятно все, вопросов нет. Но я сейчас о другом. То, что сейчас обозначил, это только один из элементов, которые... Там целый пазл складывается из разных вот этих, как мозаика, тых-тых-тых-тых. Там столько людей, интересантов, которые будут кинуты этой пирамидой, что это неизбежная проблема, которая перед властью возникнет. И я не представляю, как этот пожар можно будет погасить, если к нему не начать готовиться немедленно, просто немедленно. Ну что, друзья, вам уже не кажется, что мы в начале передачи сгустили краски? Наверное, уже не кажется. Да мы сами, честно говоря, в шоке. Мы с тобой сейчас подошли к ситуации, почему квартира может в Москве упасть в цене в 2-3 раза, да? Да, а теперь расскажи вариант, когда она упадет в 30 раз. А теперь давайте обсудим, почему она упадет в 30 раз и почему это не шутка, а более чем вероятный процесс. Ну, смотрите, прошедшая зима показала, что есть некоторые проблемы, я так скажу аккуратно, с инфраструктурой ЖКХ. Понятно, да? А сказать, что эту проблему можно решить в мекаполисе типа Москва с сегодняшней застройкой. Если он кто-то скажет, вас обманут. Эта проблема при нынешней застройке, плотности застройки в Москве нерешабельна по определению. Вы меня упустили. Ну, теоретически нерешабельна, но какими-то... Даже теоретически, Саш, нерешабельна. Непредставимыми какими-то деньгами. Если вы поговорите с людьми, кто реально понимает, что такое переложить, перепроектировать количество труб, насосов, все остальное, просто для канализации и воды, для того... Я не говорю про отопление, а отопление это отдельный разговор. Вам скажут, что, ребята, это такая сложнейшая инженерная задача, которую даже советские бы инженеры, не знаю, как бы решали. А нынешнее поколение, да нынешние застройки, плотности и все остальное, я не представляю, как это будет решаться. Поэтому вопрос, сколько времени выдержит действующая инфраструктура уже тот объем людей и строительства, которые уже есть, это вопрос, ну, мягко скажем, высокой доли вероятности неприятности. Ну, так, себя, если не надо... Я слово подобрал, короткое, из шести букв. Вторая буква И, но это слово фиаско, друзья, а не то, что вы подумали. Первый момент. А мы еще построим на 20 миллионов жителей еще. И тоже же на это, на всем навешаем. Ребят, поэтому это момент номер раз. Никаких военных действий не будет, ничего, ничего не будет. Просто вот будет большой-большой город с очень изношенной инфраструктурой коммуникации, канализации, воды и так дальше. А можно, извини, я безобразно тебя перебью и, значит, повинную голову перед твоей аудиторией меч не сечет. Ты просто фразу сказал, значит, военных действий не будет. Давай не будем нагнетать, как говорится, эту тему, но наш с тобой общий знакомый, Павел Александрович сказал, что, значит, исторический процесс, я с ним, честно говоря, не очень согласен на эмоциональном уровне, но он просто констатирует факт, он возвращается к своей некой нормальности. А нормальность исторического процесса в цифрах выглядит так, что свыше 90% времени в истории жизни человечества человечество ввело в войну. А мир это скорее как бы исключение из правил нормального человечества в кавычках общежития. Значит, мы не говорим о том, будет война, не будет война, но, как говорится, хочешь мира, готовься к войне, а вот что касается безопасности на случай военного сценария, сейчас не будем обсуждать, какой он будет, откуда что там будет прилетать и так далее. Вот с этой точки зрения что скажете, Владимир Николаевич? Саш, ну мы с тобой офицеры когда-то были, да, и кое-какие-то основы этих вещей мы с тобой проходили. И мы понимаем, что одним из основных задач снижения риска это распределение ресурсов. Рассредоточение. Рассредоточение, да. Это настолько очевидно, что когда мы с тобой иногда видим странные новости с полей, мы понять не можем, почему там даже это не происходит. а вот здесь такая концентрация это не просто риск, который способен привести просто к одномоментному уничтожению государства, ну что такое город, где проживает 60 миллионов 50 процентов населения страны. И все управление. Ну, без комментариев. Дальше возникает простой вопрос. Кто-нибудь представляет себе, если в центре города всего лишь 5 многоэтажек, 5 многоэтажек, не весь город, 5 многоэтажек, оставится на неделю без канализации и без света. Вы представляете количество отходов и охленно летом? И что будет в районе ближайших 10 километров буквально через неделю летнюю жару? Кто-нибудь может себе представить? Ну, жара не холод, костей не ломит, а если значит, а если эта ситуация будет... Вот, понимаешь, почитайте воспоминания блокадников в Ленинграде. Средняя высота домов в Ленинграде в благодатное время это было 4 этажа. Так вот, 4-этажный дом без отопления, без ничего, вот там все тяжело и плохо. Ну, понятно. К весне эти 4-летичные площадки превращались в сталактиты из человеческих отходов. почему? У людей не было сил выйти на улицу сделать свои естественные нужды. Все, что они могли сделать, это сходить в ведро, открыть дверь и вылить это ведро на лестницу. И это все замерзало, намерзало, намерзало, и к марту это был ужас. Все. Вот о чем идет. Так это 4 этажа, а 48, а летом. Да даже просто пожить на 48 этаже без лифта, не то, что там дедушка. Да, у нас население не молодеет, да, там это самое. Ты можешь просто домой не попасть. Если тебе там за 60, у тебя, соответственно, проблема с сердечно-сосудистой системой. Вот день простоял дом без канализации. Там, а там 35 подъездов, да, сколько я там сказал, 3700 квартир. Ребят, это же маленький город, который в советское время в свое время строили очистные сооружения, насосные, а тут один дом. Кто-то понимает, проблемы санитарные, экологические, там все подряд. Это вторая проблема. Значит, третья проблема. Город настолько большой, настолько он и сложный. И чем больше сложная система, тем вероятность выхода из строя того или иного ее элемента риски увеличивается. Ну, там любой специалист, вам инженер скажет, что усложнение системы требует усложнения всех моментов и плюс тому резко увеличивает вероятность выхода из строя или аварии. Потому что цепочка длинная. А уровень образования у нас в стране специалистов инженерного, он наоборот падает. То есть, у нас параллельно идет снижение квалификации инженеров и увеличение сложности обслуживания системы. Вы понимаете, что рано или поздно они неизбежно пересекутся, даже если никаких военных действий не было? Ножницы, да. А 40 миллионов это больше, чем 4 Беларуси. И что? И сколько будет стоить эта ваша квартира? Дальше. Предположим, этот картонный домик простоял зиму без отопления. О! Мне кажется, проще снести будет и построить заново. Потому что, а как, у тебя все коммуникации в бетоне? Что ты будешь делать? А кто сказал, что у нас не может произойти ситуация, когда один домик зиму просто без отопления? Что такое не может быть? Серьезно? Зиму вспомните, эту, прошлую зиму, что такого не было? Это же факт. И дальше возникает вопрос. И сколько будет стоить ваш метриклоразный? Да даже, как это, в 30 раз подешевеет, все равно дороговато будет. Поэтому вопрос в том, что со всех точек зрения, опять-таки, с точки зрения безопасности, стране это чрезвычайно опасно и невыгодно. Просто. Если страна думает о своей безопасности, есть в стране люди, которые понимают, какие риски вызывают концентрацию населения в одном месте, да еще в таком скучном варианте, что их не прокормить. Даже если все будут, выйдут с 48 этажа и спустятся вниз и не будут пользоваться канализацией, а просто сходят в яузу. Саша, мы представляем себе эту яузу через сутки. Не, ну это же очевидные вещи. 40 миллионов человек, вы представляете, отходы этих людей за неделю. Не случайно раньше поселения наши, славянские, да не только наши, на реках были. Это санитария, прежде всего прочего. А здесь-то что? Это же не вывезти никуда ничего. Поэтому то, что процесс мегастройки Москва, это противоречит базовому принципу безопасности, рассредоточенности людей, ресурсов и для страны это просто невероятный уровень ошибочных ход, мягко скажем, или враждебный с той или иной целью, сделанный против нашей страны. И кто это нам порсунул? А для людей, которые повелись на это дело и отдают годы своей жизни для выплаты денег за то, чтобы пожить в студии, потому что у них сейчас в Москве зарплата немножко выше или немножко выше, чем в том или ином регионе. А вы уверены, что она того стоит? Что я бываю в Москве, я там живу, это же невероятно некомфортное нахождение и жизнь. Это ни за какие деньги я не хочу так проводить свое... Мне жизнь не для этого дана, чтобы я мучился в пробках там этих самых нет. Ради чего? Ради лишней сотни? Ради того, чтобы сказать, что я не буду замуж выходить или жениться, потому что у меня карьера сорвется, и мне в студии негде будет поставить детскую коляску? Для этого все надо в Москве перец. Ребят, но это настолько очевидные вещи, что я не могу понять, почему люди, которые... Есть советы безопасности страны, какие-то органы, которые занимаются... Это что, не очевидные вещи? Что это просто... Не просто безопасно, это риски запредельные. Да. Давай тогда, если можно, подытожим, чтобы у зрителей уложилось, значит, то, что вся... Как это? У Константина Семина, знаешь, была статья близко к нашей беседе под очень таким смешным названием, хотя тема, ну, будем говорить, совершенно не смешная. Знаешь, как называлось? Ипотечество в опасности. Вот ипотечество в опасности, значит... Саш, я тебе скажу еще один момент про отечество. Смотри. Ну, во-первых, плотные застройки плотные, это понятно, да? Один момент. Дальше. С чем еще проблема? Чем рискован высокий дом? Это свечка. Кто-нибудь видел разницу между тем, как горит одноэтажный дом и как горит шестнадцатиэтажный подъезд? Это труба, которая выжигает на своем пути все. Разница давления, конечно, тяга возникает. Это просто... Там никаких пожарников вы на высоких этажах никогда не успеете. Там вас не просто поджарят, это пепел. Спуститься не сможете, да? Никак. Высотные дома в Москве не предусматривают по-настоящему серьезных методов эвакуации людей при такого рода мероприятиях. Это, к сожалению, так. Первое. Второе. Пожарная машина в Москве подъедет быстро к такому дому. Вот дом, 35 подъедов, там живет 10 тысяч человек. где ближайшая пожарная часть? Как быстро наподъехать? А вы представляете возле этого дома стоянку машин? К нему не подъехать. ну ладно, подъехала пожарная машина. Как вы думаете, сколько машин в Москве, которые могут иметь возможность дотянуться до 16 этажа хотя бы? Их, по-моему, до 5 машин нет. А на 40 этажей? Вопросы? Да нет, ну понятно, что это все ни в какие ворота. Значит, с точки зрения ценообразования на квартиры, с точки зрения инвестиций, мы, мне кажется, ну слушай, мы формулы сложные не использовали, да? Заработок застройщика цена квартиры минус себестоимость. Значит, если одна эта квартира в разных городах стоит на рынке в 5 раз ратная цена, то понятно, что... Если себестоимость загородного строительства 20-ник за метр, да, значит, в голову невольно закладывается вопрос о переоцененности данного вида активов, о переоцененной активы... Еще раз, если два дома это комбинат азотных удобрений, я не верю, что комбинат недооценен. Переоценен на эти два дома. Вот, и с точки зрения, как говорится, уклада жизни, да, то есть рисков, которые несут такая плотность размещения людей, ну тут, как говорится, просто без комментариев. Но я тебе хочу сказать, что ипотечество в опасности не только у нас, но еще и, значит, в братском Китае. Надеюсь, все понимают эту иронию, когда я говорю, что Китай нам братский. Кстати, там, по данным телеграм-канала, подписчиками которого мы с тобой являемся, закрытого для ограниченного круга лиц, значит, прошла такая информация, что правительство Китайской Народной Республики у незадачных застройщиков выкупит 42 миллиона квадратных метров их несет. неликвидного жилья и частично снесет, частично под социальное жилье. Там, где мешает жить китайскому народу, будет снесено. Там, где условия для жизни признаны более-менее годными, там это будет дешевое жилье для китайских граждан. Вот. Слово Китай я сказал как переход в новостную часть. Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления по результатам визита? нашей большой... Давайте обсудим результаты визита нашей делегации в Китай. Можно я только одну угодную скажу? Я глубоко покопаюсь, должен сказать, что на этом все. Значит, я тебе хочу сказать, что, значит, руководитель Ростеха Сергей Чемил в интервью РБК сказал о том, что, или не в интервью РБК, но в интервью в СМИ сказал, что если по силе Сибири не удалось достигнуть каких-то внятных договоренностей, то возникает вопрос, а в ведении Ростеха находятся наши производители, это и ВАЗ, и ГАЗ, и КАМАЗ, то почему у нас так китайские наши товарищи, понимаете, как хотите это слово в кавычках, так гуляют по буфету в плане авторынка? Ты знаешь, я, я, не хочу сказать, что это наша с тобой заслуга, мы про китайского союзника уже говорим, наверное, года два, как говорит Девятов, стучим к адыкаме, ну, то есть, эмоционально подчеркиваем эту тему, что, ребят, обратите, пожалуйста, на это внимание. Во-первых, значит, все-таки производство, а он из этой десятки, один из немногих, кто близок к производству, оно накладывает некоторые отпечатки, и, ну, хорошо, если я хочу сказать что-то вот доступное, человек нехороший, да, человек нехороший, да, то я это говорю и не понимаю, не пытаясь там какую-то политец уходить. И Сергей Тимизов, как человек близок к производству, сказал все, что он думает по этому визиту. Вот и все. И две вещи, которые меня тут порадовали. Ну, первое, что, значит, все-таки адекватные люди в стране есть, и второе, что они могут адекватно выражаться для русского человека. Это уже хорошо. Мы продаем газ в Китае дешевле, продаем своим потребителям. Понятно, да? Ну, логистическое плечо длиннее, да? Ну, это отдельный разговор. Итак, значит, мы нас тут опустили, доходов не имеем. Зато потребители нашего сырья и материала в Китае получили скидки на медь, на никель, на газ, на все. И некоторые призывают туда производство еще перенести меди. Просто призывают. Как оказалось, кстати, Владимир Николаевич, это же технология 19 века, плавка меди. Что-то случилось? Нет, но то, что факт, что у нас нет технологии по производству меди, и мы не можем у себя это сделать, ну, это отдельный разговор. Давайте построим еще одну квартиру в Москве или дом, вместо того, чтобы заниматься оживлением технологии плавки меди 19 века. Ну, что я могу сказать? Ну, без комментариев. И никто за это не прилег к его никакой ответственности. Итак, убыток. Но тем более, Саш, в этой ситуации у меня не может возникать вопрос. Вы уверены, что сейчас в этой ситуации необходимо ресурсы тратить на строительство квартир в мегроцентрах, в мирных городах? Вы уверены, что это приоритет в этой ситуации? А, кстати, знаешь, что Девятов сказал про вероятность войны Китая с Тайвань? Он ее оценивает как отрицательную. Ноль. Он говорит, что никогда Китай не сделает такой глупости. Они будут рычать моторами, они будут там, значит, парады. Вот это великолепная китайская форма, там девушки. Все будет красиво. Но они такую ошибку не сделают. Это говорит специалист по Китаю лучше в нашей стране. Даш, при чем есть ошибка? Это совершенно нормальный, разумный, прагматичный ход. Зачем Китаю сейчас обострение с Тайванем? Он что добьется, Китай, обострив ситуацию с Тайванем? Объясни. Что Китаю от Тайванем надо? Ничего не добьется. Ничего. Чипы нужны. Ну, возможно, он получает. А если не будет получать, будет блокада. То есть, он заставит Тайвань обеспечивать его тем, что надо от Тайвань. Вот в чем вопрос. Тайвань не представляет для Китая угрозы никакой. Угрозы для Китая Тайвань не военная, никакой другой не представляет. Все. и если Китаю угрозы нету, а Китай готовится к противостоянию американцами, то зачем ему стачиваться от Тайваня, у которого у него все есть оттуда. С Тайванем у него чипы, с Россией у него газ, нефт, металлы. Зачем ему воевать? Они дешевле об этом и речь. Более того, Китай может заставить Тайвань торговать с ним на невыгодных условиях. Объединяя блокаду, он скажет, ребята, все, и как российский газ в Европу идет в 5 раз дороже через посредников, так и Китай будет продавать свои тайваньские чипы в 5 раз дороже через себя. Зачем? Дело даже не в том, что там китайцы умны или нет, это просто прагматизм, а то, что кто-то накручивает, что сейчас там Китай как даст, ну, такого рода наивность. Слушай, она вот что с Китаем делать, это вот все-таки, знаешь, вот вариант там, как говорится, со стройки в мегаполисе. Конечно, шутка, но может быть, там, как говорится, освободившиеся мощности копать канаву на нашей государственной границе, а у нас с Африкой отношение хорошее, импортировать крокодилов оттуда и в ров вот этот. Это будет полезно для нас или сейчас мы все не можем такого позорить? Ну, Александр, значит, с лозунгами в нашей стране все нормально. Что надо делать в стране? В стране надо бороться за финансовую суверенитет, которая позволит вернуть технический суверенитет и военный суверенитет, и политический суверенитет. И все остальное, есть ров, нет ров, есть крокодилы, нет крокодилов, если финансового суверенитета нет у страны, все остальные суверенитеты не работают. Все, первое. Дальше, если мы видим, что в стране не происходит пока никаких движений в пользу обеспечения финансового суверенитета, мы можем по этому поводу расстраиваться, может нет, но это адекватно, надо воспринимать едущую реальность. От того, что мы сами не согласны, ничего не меняет. Значит, поэтому надо принимать некоторые решения, каждое для себя. В свое время я жив в Москве, я работал в Москве, понял, что Москва офисный центр, торговые центры, а я руководил крупнейшими торговыми сетями в Москве. Был короткий пережиток в мое время. Я знаю, как устроена эта фигня. По-другому я этот великий бизнес назвать не могу. Не, ну это серьезный такой. Серьезный бизнес, миллиарды долларов и обороты. Управление бизнес, да. С точки зрения меня, как человека... Это без всякой иронии, я говорю. Да, серьезный бизнес, но после тебя, кроме отходов, ничего не остается. Вот. А бизнес серьезный. Управлять есть чем, это же логистика. Вот. Я посмотрел, я понял, это не мой город, это не моя жизнь, это не то, ради чего я вшел в этот мир. Все. Все, вот. Без вариантов. Поэтому, первое, значит, как бы вы не относились к Китаю, к США, к России, давайте вы, чтобы выйти из стресса и понять, что делать дальше, каждый из вас поймите, а что вы хотите для себя. И когда вы начнете перебирать, перебирать, вы вдруг поймете, что вы для себя хотите не денег, о счастье и здоровье. А в этом счастье и здоровье, для вас важны будут здоровье и счастье ваших детей, друзей, знакомых и родных. И дальше прикидывайте, что вы должны сделать в ближайшее время для того, чтобы, несмотря на внешнюю ситуацию, обеспечить этим здоровьем и счастьем себя. Если вы верите в то, что вы можете обеспечить себя здоровье и счастье и жить в Москве, своих детей, своих знакомых и друзей, ну, значит, в Москве. Такое тоже бывает. Кто-то живет в особняках московских 19 века. Обеспечили себя и родных, и не только. Есть и такие, вопросов нет. Но если вы понимаете, что ваша жизнь 20 лет в студии, то, может, это не то, ради чего вы пришли в этот мир. Ну, как вариант, я не знаю. То есть, я бы об этом задумался. Ну, как вариант. Вот, допустим, ты говоришь про Китай. Вот машина, да? Они у нас уже есть. Но это пока единичные образцы, там где-то ефирины, но не тот объем. Это там машины, которые конкурируют с Китаем сегодня. И конкурируют нормально, на самом деле. Потому что и металл у нас... Не, ну, если бы были одинаковые условия, да, в плане поддержки, в плане там... Слушай, Саша, я не хочу потом по поводу плакать о том, что вот, Китай поддерживает, у нас Китай поддерживает. В Китае НДС 13%, у нас 20%. Ну, что бы я об этом говорить? Я об этом говорить не собираюсь. Это бесполезно. Но я понимаю, что я эту машину сделал. Все, она есть. Они продаются. А мы их производим. Да, ну, конкретные железяки. Слушай, я видел ролик, опять-таки, на твоем канале заводском, как какой-то попьяни, там, освождения на погрузчике, не сумел разойтись на это самое, на переезде с поездом. Ну, как бы его там так отбросило в сторону, он так пожал плечами, поехал дальше. Я думаю, что... Китайцы бы так не поехали. Китайцы бы так не поехали. Ну, вот, у нас дилеры приезжали тут недавно в Вологду. Они тут продали несколько погрузчиков китайских, таких такого рода. Значит, один встал в момент, когда его просто согнали с машиной. Рассыпалась... Саша, рассыпалась трансмиссия при разгрузке погрузчика. Ну, да, он дешевле. Ну, без комментариев. У другого на работе 10 часов. Ну, что сказать. Есть моменты. Конечно, есть Китай и дорогой, и покачественные, но то, что сейчас... Слушай, а можно крик души? Ну, ты меня поддерживаешь наверняка, я знаю. Мы с тобой оба автомобилисты, и я большую часть своей сознательной жизни, но у меня же моя со стороны матери часть семьи Нижегородская, я человек зомбированный по части автомобиля ГАЗ Волга. И вот я открываю там, значит, новостную ленту и читаю, значит, возрождается Волга, вот новый автомобиль, начинаю смотреть, ничего не понимаю. Ну, выясняется, естественно, я же парень нудный, как и ты, значит, что это китайский Шанган, там, и так далее, и тому подобное. Я, вспоминая времена своей молодости, друзья, я вам хочу сказать... Стас, 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 перебью. И Волга на английских буквах Добрыня, да? Добрыня, да, да. Помните, да, этот сюжет из Камеды? За что мы их, кстати, похвалили, отметьте. Вот, я тебе хочу сказать, что я, ну, Грешин менял эти автомобили Волга довольно часто. Мой друг руководил Ремзоной компанией Ирита. Сергей, мой хороший друг. Я там брал новую машину, и, значит, каждый год меня там за пол рукава, когда я там обслушивал, где ругали местные механики? Георгий, ты еще не продаешь? Я говорю, да ладно, продаю. Ну, и там вместо зеленой Волги берешь синий. Мне нравился очень запах новой машины. И они, кстати, к концу, вот когда уже стали ставить 406-й двигатель инжектором, они стали довольно-таки надежны. Хотя я с 402-м мотором, но я хочу сказать, что я мог уехать из любой ситуации. У меня был запасной трамблер, запасной вариатор, ну, я просто знаю, и запасной бензонасос, что там летело, и ключи, чтобы это поменять прямо на дороге. Вот, но инжекторному мотору такое уже не требовалось. И машина на 20-й год, вот когда я пересел, извиняюсь, на Volkswagen, она стоила 5000 долларов. А самый дешевый Golf стоил 25. Я тебе хочу сказать, что эта машина, она мало того, что русская, она не грабит своего хозяина. Я сейчас там не говорю о комфорте, подушках безопасности. Я как-то подъехал к своему офису, ну, там, во второй половине дня, и думаю, дай я пойду пообеду. И припарковал машину рядом с кафе. А потом просто думаю, ну, не буду переставлять, доработаю и вернусь, значит, вышел, там, какими-то вопросами загрузили. Я, значит, выхожу, смотрю, на привычном месте машины нет. И я, Николаевич, думаю, какой идиот. Чтобы угнать эту машину, наверное, часа два пилил замок, который мне подарили из Хруничева, мои знакомые, из Хром Ванадьевой стали. Замок, руль, педали, педаль, педаль. Думаю, кто этим занимался, этой фигнёй? То есть я даже не расстроился. Я не стал пить волокордин. Думаю, так, западу я к Серёге. Там как раз привезли Волги с зелёным металликом. Типа, ну, не было счастья, так несчастье помогло. Ну, потом я вспомнил, что машина там. Сейчас вот у человека, что случись с машиной, с той же самой китайской, да, там, эти электрички китайские, они там стоят. Не буду говорить, какое количество миллионов. Это будет обморок. Где наша Волга? Ну, давай так. По Китаю и по Волге. Значит, в чём проблема китайской техники, кроме всего прочего? Дело в том, что Китай, в принципе, не поддерживает ремонт и сервис автомобилей. То есть, в ситуации, когда вы купили машину, через полгода окажется, что эту машину, она уже не выпускается, или выпускается в другой комплектации, и у вас вышедший узел из строя, вы не можете его заменить. То есть, серийность, мягко скажем. Эти бренды мелькают, как в калейдоскопе. Помнишь, когда китайцы входили на рынок, та же самая Эрита, поставляла марку Great Wall? Ну, и где она сейчас? Это одна проблема. То есть, если, допустим, в Европе принято, что если снимается с конвейера машина, то еще 10 лет завод так иначе производит запасные части для сервиса. А большая тройка, так извини, на любую машину ты найдешь запчасти, закажешь. Здесь этим даже не пахнет. То есть, купили Китай, это ваши проблемы. С одной стороны. С другой стороны, я обратил внимание, когда вот, о чем говорил премьер-министр Мишустин, когда он сел в эту «Волгу». Ребята, а что там? Даже руль-то китайский. Ну, ладно, там все остальное, руль-то пластиковый. Ну, что, пластиковый руль не могли сделать в России? Ну, это же уже как бы перебор. Валерий Мишустин. Ну, и в той статье как бы покатано, что нет, все будет сделано, будет локализовано, в том числе, и мосты будут локализованы, и трансмиссии будут локализованы, и двигатели будут локализованы. И вот тут у меня не может не возникать вопрос. Причем это будет сделано в ближайшие полтора года. Да, ладно. Ну, если почитать статью. Я сижу, я понимаю, что более-менее серьезный станок заказать, ну, станок заказать, не уникальный, а так, средней серии, это от 6 до 9 месяцев. Если надо сделать линию, спроектировать, спроектировать, это примерно 2-2,5 года. Понятно, да? Если построить завод с полным циклом, ну, еще больше. И дальше у меня возникает вопрос. Ну, во-первых, денег под это дело никто не выделил, потому что, как сказано, что мы же вас поддержим, вы же получаете субсидии от государства. Если вы не сделаете свой рейтинг движок, мы вам субсидии не даем. Вся проблема в том, что на субсидиях завод не построить. Первая проблема. Вторая проблема, его не построили завод в два. Третья проблема, он никогда не будет рентабельным. Дело в том, что масштаб производства одной Волги не позволит окупить инвестиции в предприятие, которое будет производить двигатель на сайте трансмиссии. К сожалению, это так. Или вы должны закрыть рынок для всех остальных. То есть, вот если вы всех китайцев с рынка уберете, это пару миллионов машин, тогда освободившийся сегмент рынка может позволить за счет масштаба сделать инвестиции привлекательными в создание своего производства. То, что сейчас все пытаются делать все на Ярославском моторном заводе, спецдвигателя, тракторные двигателя, автомобильные двигателя, во-первых, от того Ярославского завода в советское время мало что осталось, по территории прежде всего, и поэтому те масштабы уже невозможны. Ну, а во-вторых, все-таки это немножко разные машины и разные двигатели. Если на одном и том же двигателе вы пытаетесь с минимальной доработкой все это сделать, ну, мягко скажем, это будет не очень эффективное решение. А заводов своих производств двигателей у нас, мягко скажем, раз-два и обчелся. То есть, новый строить, может как бы и надо, но вопрос, а специалисты, которые на нем будут работать, где, откуда, с какого института Бамонского туда их привезете? Ведь кроме оборудования необходимо еще иметь квалифицированных специалистов. То есть, разговор о том, что появится, я вам скажу, для того, чтобы совместный двигатель сделать с белорусами, да, российский, который и так, в общем-то, делался совместно, ушло несколько лет. Несколько лет ушло. И сейчас идет вопрос, как сделать совместную с белорусами трансмиссию. Тоже три года уходят, только на сопоставление условий технических, все остальное. Три года только на техзадание и разработку. А тут хотят завод построить за полтора года и выйти на серийное производство для выделения. Ну, поэтому, когда я эти вещи смотрю и слушаю, я понимаю, что есть некоторое недопонимание руководством направлений масштабности задач, которые нам озвучиваются как неизбежно решабельные. Я учитываю, что наш эфир вводит, как всегда, в нескольких частях. В конце этой части эфира хочу напомнить для зрителей, что на сайте Череповецкого Литейно-Механического и на его YouTube-канале ведется сбор средств для покупки народного станка с числовым программным управлением для завода. Друзья, я, значит, вот там все соответствующие ссылки размещу в описании к ролику в первом закрепленном комментарии от канала. если есть возможность помочь заводу купить этот станок, который будет делать качественную раму для погрузчиков. Не только рама, там еще часть серьезных узлов для него же. Да-да-да-да-да. Может быть, стоит подумать о том, чтобы отменить пару походов в кафе и попытаться собрать эти деньги. На это дело, значит, времени есть, грубо говоря, лето, да? До осени я должен успеть. Так что, как говорится, сам подам пример. По возможности давайте заводу поможем. И мы вас благодарим за внимание к этому эфиру. В комментариях ждем ваших отзывов. Так вас все-таки во сколько подешевеет квартира в Москве? 30 раз или в 3? Давайте рассудим наш спор, как говорится, вынесем его на аудиторию. Ну что, я благодарю вас, Владимир Николаевич, за крайне содержательный разговор, тем более в законный выходной. Вот. Ну, я хочу сказать, что очень по делу сегодняшняя беседа вышла. Без каких-то там глобальных проблем геополитики все очень по существу, все жизненно. Это все то, что нужно знать людям, чтобы принимать и составлять те самые планы, о которых вы сказали. Спасибо. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok